Итак, YouTube, мы в прямом эфире с человеком, который, по-моему, на данный момент не нуждается в представлении. Джордан Питерсон, с возвращением. Это уже четвертый раз, если считать наше выступление в Клемсоне две недели назад. Это твое четвертое появление в нашей передаче. Удивительно, что мы можем придумать, о чем разговаривать такое долгое время. Думаешь, мы что-то придумаем? Мы оба любим поболтать, так что, я думаю, мы что-то придумаем. Люди говорят, Питерсон много болтает. Ты думаешь, что на протяжении этого часа или часа 30 минут ты выдохнешься? У тебя могут закончиться слова? Я не знаю, у меня с четырех лет репутация болтуна. Я не думаю, что это пройдет. Это длится на протяжении 51 года. Я сделал только что видео за съемочной площадкой, которое я покажу только нашим подписчикам на Патреоне. Сегодня для меня особенный день, потому что 1 ноября 2016-го я переехал в этот дом и начал строить эту студию, что заняло несколько недель. Ты был моим первым гостем. Пока мы были между двух студий, я должен был это делать в другом помещении. Мы делали это через Google Hangout. Интернет-соединение было паршивым. На фоне шумела стройка. Шумела стройка. Я еле тебя слышал. Иногда я тебя не видел. И это было мое знакомство с тобой. Я не знал тогда много о тебе. Ты только становился популярным. Мы провели это. Затем прямой эфир здесь. Затем мероприятие в Клемсоне. И вот мы снова здесь, две недели спустя. Это хорошо. Нам есть много о чем поговорить. Ты написал новую книгу, которая выходит в январе. Да. 23 января, по-моему. Я довольно рад этому. Ты послал мне копию в формате PDF. Это отредактированная копия. Она является официальной. С тех пор было внесено немного изменений, но окончательная версия будет на следующей неделе. И тогда же она пойдет в печать. Ожидается еще немного иллюстраций. И затем книга готова. Ты сделал мою работу как интервьюера намного легче сегодня. Потому что твои главы, я говорил тебе перед началом, твои главы просто идеальны. И я думаю, что каждую главу мы можем поставить как вопрос. Я хотел бы начать с другого. Мы только провели мероприятие в Клемсоне две недели назад. Это было замечательно. Все билеты были проданы. Ребята сидели на ступеньках, потому что не было больше стульев аудитории. Когда ты вышел оттуда, у тебя были приятные ощущения, связанные с колледжами? Потому что у меня были. Мы знаем все плохое, что происходит. Мы читаем о всем ужасном, что происходит в кампусах. Но после этой встречи, у меня остались замечательные чувства. У тебя также было много неприятного, скажем так. Это следствие действия очень малого количества студентов. Это точно относится к университету Торонто, который, я бы сказал, является консервативным учреждением с точки зрения студентов. Большинство из них — это дети иммигрантов. Они ценят то, что имеют. Они потратили большую часть жизни работая. Это не радикальный университет. Но есть маленький процент радикально настроенных людей, включая людей, которые приходят извне университета, чтобы создать проблемы. Есть небольшое количество радикальных дисциплин. Не нужно очень много людей, которые сфокусированы на активизме, чтобы произвести эффект, который намного значительнее их количества. И не нужно называть студентов университетов плохими, потому что подавляющее большинство из них, я не думаю, что они работают меньше, чем поколение послевоенного всплеска рождаемости. Совсем наоборот, по моему мнению, так что да, я обычно иду в университет и возвращаюсь с положительными чувствами. И так же было в Клемсоне. Как это меньшинство может повлиять на такое большое количество людей? Ты писал в твиттере о пастухе и не нужно много собак, чтобы контролировать стадо овец. Как так произошло, что у них есть возможность сделать это? Потому что, когда мы приехали туда, мы отвечали на вопросы в течение часа после окончания. Мы должны были окончить раньше, потому что им нужна была аудитория. Нас уже выгоняли, но было около 50 человек, которые хотели задать вопросы. Мы ждали, мы остались еще на один час, и нас не хотели отпускать. Ты бы мог делать это всю ночь. Но как эта маленькая группа, которая каким-то образом... Они хороши в этом? Во-первых, позиция, которую выдвигают радикальные левые, была частью движения активистов со времен, еще до Октябрьской революции. Не было такого, что основа для этого не подготавливалась. И дисциплины, которые делают это, как женские дисциплины, например, это дисциплины активистов. Они тренируют людей делать это. Этим они занимаются. Это все, что они делают. Они не учат, они продвигают пропаганду. Они кормят их враньем и радикально упрощают вселенную. В этом-то и дело. И нужно очень много людей, которые преданные чему-то, чтобы их влияние намного превышало их количество. Особенно сейчас с развитием социальных сетей. Ты думаешь, по этой причине то, что ты делаешь, так сильно бьет по этому. Потому что ты... Очевидно, что ты можешь объяснить постмодернизм и марксизм и все это. Но ты на самом деле говоришь людям просто взять себя в руки. Даже в твоей книге из того, что я смог сегодня прочитать, вся суть того, что ты делаешь, ты говоришь, возьми себя в руки и только затем разбирайся со всем остальным. Да, я не рассматриваю себя в каком-то смысле как человек, заинтересованный в политике. Я имею это в виду конкретно. Я думал о политической карьере много раз на протяжении своей жизни. Я работал в политической партии, когда я был еще ребенком. Лет 14. И довольно много. Какая это была партия? Социальная партия Канады, НДП. Тогда это была новая демократическая партия, которая всегда была в политике. Это было, когда она была голосом рабочего класса. Я знал лидеров провинциальных партий и национальной партии до какой-то степени. У меня был некоторый доступ, потому что наш представитель был лидером НДП Альберты. Я хорошо знал его и его жену. В верхних эшелонах партии в то время люди занимались тем, чтобы дать рабочему классу голос. Это было искренне. Но я заметил, что более низкие члены партии. Они мне не сильно нравились. Я не мог понять, почему, пока я не прочитал Джорджа Орвелла. Орвелл сказал, он критиковал британских социалистов, хотя он сам был социалистом. Он сказал, типичному британскому социалисту среднего класса не нравятся бедные. Он просто ненавидит богатых. Именно это чувство я ощущал, общаясь с ними. Это так называемая симпатия, сочувствие, скажем так, к угнетенным, имело много общего с местью и ненавистью к каждому, у кого вроде бы как были привилегии. Я думаю, что это просто... Я думал об этом недавно. Я проводил мероприятие в Вашингтоне. Я говорил о утверждениях марксистов о симпатии к рабочему классу. Вы можете спросить, у них есть симпатия к рабочему классу? Они пытаются продвинуть их положение и рассказать о их нуждах? Или они просто ненавидят успешных? Зависит от того, как это разделено. Я подумал, как вы можете так говорить? У меня был этот личный опыт. Но затем я подумал, что с марксизмом это просто. Вы просто посмотрите на все убийства. И тогда вы поймете, было ли это движение, которое искренне было мотивировано сочувствием? Много людей погибло из-за этих левых. Много. Невероятное количество. Не только членов класса угнетателей, скажем так. Всех. И это происходило снова и снова. И об этом действительно стоит подумать. Потому что, возможно, вы можете спросить, это встроено в доктрины Маркса? Является ли это неизбежным последствием развития этих идей? Кто-нибудь, как Айн Рэнд, например, сказали бы «безусловно». Солженицын также думал. Он написал это в архипелаге ГУЛАГ. Но это не очевидно. Я думаю, что есть уровень, под которым есть идеи. И вы можете добраться туда и спросить, что мотивирует их. Это чистое сострадание к угнетенным? Или это ненависть к тому, что жизнь нечестная и трагическая, чем она, безусловно, является? Вы узнаете их по плодам деяний. Вот ответ на этот вопрос. Если 30-40 миллионов людей погибло после революции, и огромное количество из них были обычными людьми, и это повторялось, тогда, наверное, это обида и ненависть. Потому что как по-другому это все объяснить? Обед узнают по кушанию, так сказать. Если вы не хотите такое признать как доказательство, вас нужно спросить, что бы, по вашему мнению, могло поставить вашу теорию под сомнение? Сколько трупов нужно сложить, чтобы вы подумали? И цифры довольно большие. Их невозможно сосчитать. Мы не знаем. Мы не знаем, сколько людей погибло как следствие коммунистической диктатуры. Может быть, 50 миллионов, может быть, 150 миллионов. Это большие неточности. Это большая проблема, когда вы не можете сосчитать десятками миллионов. Вы не можете получить чертовы данные правильно. И это произошло во многих культурах. Вы можете сказать, это было специфично для времени и места. Это не было связано с этими радикальными теориями. Да, но не очень много было общего между республиками Советского Союза. Большое количество культур. Также Китай-Мао, Камбоджи, места в Африке. Это не одни и те же места. Но тем не менее, вы сажаете это ядовитое зерно, и сразу же хаос. Ничего не работает. Я за то, чтобы... Не думайте, что вы такой праведный только из-за того, что вы призываете защищать угнетенных. Сначала проверьте свою совесть. Это является наркотиком для людей. Мы упоминали признаки этого. Это чувство. Он такой самоотверженный. Он жертвует собой ради других. Он всегда атакует людей с привилегиями, которые находятся над вами. В этом есть что-то, к чему вырабатывается зависимость. Вопрос в том, какой наркотик. Наркотиком может быть... Оу, я хороший человек. Возможно. Но человек с более психоаналитическим складом ума может сказать... Нет, не это наркотик. Ненависть является наркотиком. И рационализация использования власти. И желание тотального контроля. И тиранического управления. Которая прикрывает маска добродетели. Добродетель не приносит этого кайфа. Я хороший человек. Нет, лучше этого. Есть место, куда я могу направить свои наихудшие импульсы. Я даже не обязан сам их замечать, потому что у меня есть эта маска. Я могу позволить... Назовем их демонические силы, которые составляют человеческую психику. Я дам им карт-бланш. И затем также буду говорить, что я хороший. Эта комбинация намного сильнее. Это выглядит как сильная комбинация. Если вы посмотрите на то, как люди себя ведут, с исторической точки зрения, часто ужасы совершаются людьми, которые скрывают их за утопической маской. Никто не выходит и не говорит, «Эй, я сам сатана, и я здесь, чтобы уничтожать». Это не то, что люди... Но как-то это происходит. Одно из того, что мне нравится в американской политической системе, она не основывается на утопическом идеале. Основатели американской системы... Конечно, они в основном англичане. Но основатели американской системы сказали, «Вы не можете доверять людям. Это не значит, что они все плохие. Вы не можете предполагать, что они построят утопию. Люди не такие. Они сначала заботятся о себе». Возможно, это нормально, возможно, нет. Но это должно быть в рамках. Учитывая то, что мы знаем о несовершенстве личности и общества, давайте попробуем построить систему, которую ни один идиот не сможет слишком сильно испортить. Это так по-взрослому. Так психологически информировано. И так мудро. Нет, Аллан, мы не стремимся к утопии. Мы стремимся к тому, чтобы не было слишком много убийств. Как насчет этого? В этом и дело. Потому что люди являются недостатком в утопической системе. Вы не можете создать утопию, потому что вы часть этого. И вы не идеальны. Идея создания идеальной системы неидеальными созданиями, нами, она даже не выглядит благоразумной. И вы также не можете сказать, что ваши недостатки являются следствием недостатков социальной структуры, что, конечно же, говорят марксисты, потому что это не помогает. Хорошо, социальные структуры не идеальные. Кто их создал? Это отводит нас на шаг назад. Я сказал вначале, я не интересуюсь конкретно политикой. Я не говорил о всем, что происходит в политическом контексте. Наоборот. Нет, правильно будет. Поэтому я и психолог. Правильный уровень фокуса — это личность. Личности могут делать... Во-первых, что врач должен делать? Первое — не навреди. Предполагай, что, возможно, вы способны творить хаос, кроме случаев, если вы дисциплинированы, и у вас есть цель, потому что вы сложны и проблемные. Если вы не собраны, у вас неприятности. Все это знают. И они знают таких людей. Первое, что вы делаете — ограничьте количество вреда, которое вы можете сделать. Вы делаете это благодаря дисциплине и признанию того, что вы не знаете. Есть много всего, что нужно улучшить в вас, что вообще-то является лучом надежды. У меня жалкая жизнь. Да, но ты многое делаешь неправильно. Хорошо. Потому что если я делаю много неправильно, тогда, возможно, если я исправлю это, моя жизнь не будет такой ужасной. Это хорошо. И все знают тот факт, что они не делают все правильно. Не нужно много общаться с совестью, чтобы понять это. Затем вы можете начать целиться во что-то, что-то хорошее. Начать не врать больше, чем необходимо. Или вообще не врать, если тренироваться. Тогда вы начнете различать правду и ложь. Тогда вы сможете понять, стала ли ваша жизнь хуже или лучше. У меня есть сотни писем сейчас. Возможно, тысячи. От людей, которые попробовали это. И они говорят, «У меня все лучше. Намного лучше». Я был недавно в ресторане в Торонто, и ко мне подошел парень. Он пожал мне руку и сказал, «Я хочу, чтобы вы знали, что после того, как я начал вас слушать, меня три раза повысили в этом ресторане». Я сказал, «Хорошая работа? Молодец». Он сказал, «Я начал приходить вовремя. Я стараюсь. Я пытаюсь понять, как я могу здесь хорошо работать, вместо того, чтобы быть выше работы. Я побуду здесь, пока не найду что-то получше. Это ниже меня». Нет. Наверное, нет. Не очень просто работать на большинстве работ. Тяжело работать на большинстве работ. Особенно хорошо работать. Оказалось, что мир так построен. Если общество хорошо организовано, тогда, если вы хорошо работаете, невидимые двери откроются перед вами. Потому что люди, и я знаю это, я часто имел дело с бизнесом и академическими организациями, люди, которые управляют компетентно, часто, но не всегда, очень заинтересованы в том, чтобы найти молодых людей, которых они могут учить, продвигать их. Это одно из удовольствий того, чтобы быть компетентным в чем-то. Если они видят кого-то, кто старается, вокруг занятых людей есть много возможностей, и они думают, «У меня есть эта возможность, я не могу ей воспользоваться, но я могу дать ее этому пацану». Посмотрим, как он или она справится с ней. Вы говорите, «Хочешь это попробовать?» Если человек говорит, «У меня нет времени», хорошо, но умный скажет, «Да, да, я сделаю это». И человек с возможностями думает, наблюдает и думает, «Посмотрим, как он сделает это». Если они делают это, вот тебе еще четыре возможности, на которые у меня нет времени. Я хотел сказать, что каждый человек, который слушает это сейчас, знает, что это правда, потому что я могу вспомнить столько примеров в своей жизни, особенно когда я начал проводить стендапы, и когда я работал на всех сумасшедших странных работах, я занимался любой мелочью, которую я мог делать, чтобы заработать копейку, чтобы приближать мечту, и всегда двери открываются или закрываются, или вы попадаете в ловушки, но вы продолжаете двигаться. В странной манере постмодернизм говорит, что система направлена против вас. Они этим воруют что-то у молодых людей. Они воруют их будущее, но они также воруют их силу духа, их способность сказать, «Я должен пойти и создать что-то в этом мире». Да, и их оптимизм. Система направлена против вас. Хорошо. Вы умрёте. Вы будете болеть. Это тяжело. Не нужно обвинять в этом социальную структуру, потому что социальная структура, хотя бы отчасти, пытается спасти вас от смерти, потому что у нас есть стены, электричество и всё это. И всё работает очень хорошо. Вероятнее всего, вы проживёте до 80. Единственная причина, почему вы не будете жить дольше, потому что мы не можем придумать способ, как жить дольше. Вот почему. Вы не умрёте с голоду. Дикие животные не разорвут вас на части. Тираны не разорвут вас на мелкие кусочки. Это хорошо. Но у вас всё равно есть большая проблема, потому что космическая система направлена против вас в каком-то смысле. Хорошо. Что ты имеешь в виду под этим? Вы уязвимы, и вас можно сломать. И вы будете сломаны во многих смыслах, но вы не можете винить в этом кого-то. Это структура реальности. Что делать с этим? Насколько я могу сказать, как психолог я всегда искал оптимистические идеи. Мне нелегко принять оптимистические идеи, особенно из-за моих основных убеждений, что самая глубокая правда, что жизнь — это страдания. Хорошо, жизнь — это страдания. Вы не можете никого винить в этом. Что делать с этим? Возможно, ничего. Это безнадёжно. Но, возможно, это неправильно. Вот что-то, что вы можете противопоставить страданию и злу. У вас есть возможность. Есть потенциал перед вами, внутри вас, что бы это ни значило. Вот вопрос. Какой бы была ваша жизнь, если бы вы воспользовались всем вашим потенциалом, который у вас есть? Это оптимистический вопрос, потому что вы можете это протестировать. Я попробую это делать год. Я буду делать самое лучшее, на что я способен с тем, что мне дают. Это будет как эксперимент. И затем я буду наблюдать, стала ли моя жизнь лучше или хуже. Я попробую делать это год. Вообще-то, стало лучше. Мои друзья лучше. Моя семья лучше. Я меньше нахожусь в тревоге. Я больше ориентирован положительно. У меня меньше ненависти и обиды и зависти и ярости. У меня лучше физическое здоровье. Отлично. И вам еще есть куда стремиться. Что будет, если вы будете это делать пять лет? Это хорошая зависимость. Это зависимость. Зависимость от возможностей. И это работает в геометрической прогрессии. И грубо говоря, это правда. Мы знаем это без тени сомнения. Есть принцип, о котором часто говорят экономисты. Его называют принцип Матвея, который основывается на строке из Ветхого Завета. А тех, у кого есть все... Нет. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Это жестокие слова. Но что они значат? Если вы направляетесь вниз, вы идете быстрее и быстрее. И люди знают это. Это происходит не линейно, а экспоненциально. Вы делаете одну глупость, затем две глупости происходят, затем четыре. Перед тем, как вы поймете это, вам конец. Но так же происходит и наоборот. Вы делаете что-то одно хорошее, вам дается две возможности. Вы воспользовались ими, и вы получаете еще четыре. И так работает мир. Это фундаментальный экономический принцип. И из-за этого, маленькое количество людей имеет наибольшее количество возможностей. У них хорошее здоровье. Часто это просто удача. Их не переехал автобус. Есть много случайностей в жизни, которые должны были пойти правильно. Но затем... Это также люди, которые пользуются этим без обиды и ненависти. И тогда... Возможно, это не сработает с вами, но у вас нет лучшего плана. Мне напомнило это, что сказала мне моя бабушка однажды, когда ей было за 80. У нее был рак, и проблемы с сердцем, и многое другое. Я видел, как она пыталась подняться с дивана. Я попытался ей помочь. И она не хотела, чтобы ей помогали. Она сказала, «Бог помогает тем, кто помогает сам себе». Она не была слишком религиозной каким-либо образом, о чем я мог знать. Она была традиционалистом, но не религиозной. Во-первых, для меня это было бессмысленно. Почему бы вы не хотели, чтобы ваш внук помог вам, когда вам тяжело? Но затем я понял, через несколько лет, и наконец-то понял это, и я думаю, что это подходит к тому, о чем ты говоришь. Если убрать Бога из этого, она знала, что она должна сама себе помочь, и что вы должны сами помогать себе, потому что иначе вы становитесь зависимы или от вашего внука, который помогает вам подняться, или от целой системы, которая поддерживает вас. Это Эдипов кошмар Фрейда. Мама делает все для меня. Правда? Это не очень хорошо, потому что это значит, что вы ничего не можете сделать для себя. Есть правило, когда вы работаете с пожилыми людьми в домах престарелых. Не делайте для резидентов ничего, что они могут сделать сами. Это довольно жестко. Нет. Вы помогаете им сохранять их независимость и силу. Вы не воруете их силу. Так же с маленькими детьми. Маленькие дети должны делать все, что продуктивно и полезно, как можно раньше. Если вашему ребенку два года, который просто лазит вокруг, вы можете сказать ему, накрыть на стол. Мы делали это с нашими детьми. За этим очень весело наблюдать, потому что стол на полметра выше их. Вы даете двухлетнему нож. Не острый, очевидно. С острым ножом это другая психологическая игра. Расскажешь об этом в следующий раз, Питерсон. Вы говорите, «Положи это на стол». Они не могут положить нож возле тарелки, потому что они не видят тарелку. Но дети, если вы осторожны с ними, если вы подстраиваете свои ожидания к уровню их развития, это называется зона максимального развития, кстати, они больше, чем рады поучаствовать, потому что это помогает им развиться и двигаться вперед. И у них есть очень сильный инстинкт для этого. С детьми это также интересно. Если внимательно следить за ними, вы можете увидеть, когда они готовы для следующего задания. И также дети... Люди много говорят о самооценке. Это плохая концепция, потому что это относится к тому, что вы должны хорошо думать о себе. Я не верю в это. Я думаю, что вы должны хорошо себя чувствовать из-за того, кем вы можете быть, если вы наведете порядок в жизни. И вы не должны думать о том, насколько вы хороши в вашем плачевном состоянии. Какого черта? Тебе 17. Не будь о себе высокого мнения. Соберись. И посмотри, кем ты можешь стать. И будь уверен в своей траектории. Это совсем другое. Но также ваша уверенность. Даже с маленькими детьми. Они знают, что о них заботятся. У них есть глубокие чувства к своим родителям. Если вы позволите им быть полезными и будете поддерживать их делать что-то, они выплатят вам этот экзистенциальный долг. И тогда они увидят, что они приносят пользу обществу. И это не обман. Когда моя дочь... Когда родился мой сын, моей дочери было полтора года, может развиться вражда между детьми, если их разница в возрасте меньше трех лет. Это не значит, что разница должна быть три года. Но это бывает, потому что старший ребенок все еще зависимый. Вам нужно следить за этим. Первое, что мы сделали... Мы говорили ей, что будет ребенок. Мы говорили ей, что это будет и ее ребенок. Так же, как и наш ребенок. Это твой ребенок. Мы научили ее обниматься. Мы сказали, когда родится ребенок, будет время, когда мама будет занята. Нужно говорить это так, чтобы ребенок в возрасте двух лет это понял. И это нужно показать в игре. Что мы хотели сказать? Будут моменты, когда ты будешь чувствовать себя одиноко. Ты сможешь подойти и обняться. И мы практиковали это. Давай сыграем в игру. Представь, что тебе одиноко. Хорошо, подойди, чтобы обняться. Хорошо, мы обнимались. По-моему, это лучше, чем игра с ножом. Да, это лучше, чем с ножом. Тогда появился наш сын. Мы помогали Микаэле, нашей дочери, понять, как заботиться о нем. И ребенок в полтора года может заботиться о малыше. Они могут смотреть за ребенком. Если малыш плачет, они могут подойти и подергать вас. Сказать, что малышу нужно то, что ему нужно. Затем старший ребенок получает некоторые привилегии. Ты старше. Ты больше не ребенок. Это отстой, потому что мама с тобой все время. Что ты получаешь взамен? Ты получаешь больше свободы, больший статус, больше власти. Это хорошая сделка. Поэтому тебе нужно расти. Поэтому тебе нужно стать взрослым. Не нужно это забирать у детей. Это ведьма в истории о Гензеле Гретель, которая откармливает детей и съедает их. Иди ко мне в избу, малыш. Здесь имбирные пряники и конфеты. Тебе ничего не придется делать. Я позабочусь о тебе. Да. Бегите от этого человека. Многое из того, о чем ты говоришь, напоминает мне методику Монте-Сори. Моей племяннице было два с половиной года, которая была очень честная. Чтобы она не взяла из коробки в садике, она должна была вернуть. Это прогрессивно в хорошем смысле. Прогрессивный уже для меня это плохое слово. Развивающе прогрессивно. У меня есть глава в книге, которая называется «Не позволяйте своим детям делать то, из-за чего они вам не нравятся». Не заходи слишком далеко в это, я хочу пройтись по всем правилам. Хорошо. Думаешь ли ты, что есть правильное количество детей, которое должно быть в семье? Я не думаю, что один — это хорошая цифра. Если у вас один ребенок, я не говорю, «Это ужасно!» «Что с вами не так?» «Это сложно иметь одного ребенка». Потому что дети, во-первых, социализируют друг друга, и они развлекают друг друга. Мы обнаружили, что у нас двое детей, и моя жена нянчила нескольких соседских детей. Это в каком-то смысле облегчало работу, потому что дети убегали и развлекались. Вам нужно было быть рядом, когда у них возникали проблемы. И им не нужно, чтобы вы были рядом. И вам не особо нужно, чтобы они были рядом. Вам есть что делать, как взрослому. С одним ребенком у вас есть проблема, что вам нужно развлекать ребенка все время. И у ребенка есть проблема с тем, что у него нет братьев и сестер, чтобы выяснять все на одном уровне. Я думаю, что, возможно, одна из причин почему возникло явление, когда ребенка слишком сильно опекают, потому что детей заводят более старшие пары, которые больше намерены делать все правильно. Но также у детей нет братьев и сестер. Они как щенки, у которых не было достаточно активных игр с другими щенками. И они любят это. И это нехорошо. Мы знаем из исследований развития поведения животных, даже с крысами, у социальных животных не все хорошо, если у них нет сверстника. Много социализации происходит между сверстниками. Я бы сказал, минимум двое детей. Потому что тогда у вас есть дети, и они развлекают друг друга. Возможно, три — это хорошо. Я не думаю, что один — это легче, чем два. Я так не думаю. Мы немного говорили за выпивкой об этом несколько недель назад, но что делать с парами, у которых нет детей? Пары, которые говорят, мы больше заинтересованы в интеллектуальном росте, в путешествиях или что-то такое. Ты думаешь, им не хватает ключевого компонента, чтобы понять, что такое жизнь? Я так думаю. Я думаю, что у детей плохая репутация. Вот проблема. Поэтому отчасти я и написал эту главу. Вы видите это часто во многих голливудских репрезентациях детей. Очень редко дети изображены благородно в голливудских фильмах. Это было видно в Гарри Поттере. Мне нравится это. И частично из-за этого он был таким популярным. У этих детей было... Там были плохие дети и хорошие дети, и были дети-герои. В каком-то смысле они были реальными, учитывая, что это был волшебный мир. Но у них было мужество, у них было сердце и дух мятежа. Мне нравится это. Но что вам нужно понять о детях? Они невероятно хорошая компания. Они отплачивают вам за вашу заботу о них. Тем, что они очень увлекательные. Они маленькие клоуны. И они делают сумасшедшие маленькие трюки постоянно. У них есть чувство юмора, которое появляется... У меня есть внучка, которая два с половиной месяца. И она уже улыбается. У нее есть начальное проявление чувства юмора. Для меня это чудо. Они очень веселые. Они очень игривые. Вы им очень-очень нравитесь. И у вас могут быть такие отношения, которые вы с ними построите. Это очень интересно. Как только у меня появились дети, я проводил с ними больше времени, чем со своими друзьями. Потому что я получал больше удовольствия от времяпровождения с маленькими детьми, чем со взрослыми. Потому что когда вам 30, вы так много видели мир, что вы больше не видите его. Грубо говоря, это правда. Я старый. Мне 55. Когда я иду по улице, есть дома. Я не смотрю на них. У меня есть иконки домов в памяти. Я просто вижу иконки домов. Чем старше вы становитесь, тем больше того, что вы видите в мире, это ваша память. Это эффективно, но это как бы безжизненно. Художники помогают сломать это. Они показывают вам что-то, как будто это снова новое. Поэтому Ирис и Ван Гога стоят 160 миллионов долларов. Вы не смотрели на цветы с трех лет. То, что круто в том, чтобы иметь детей, куда бы вы ни пошли, из-за того, что мы хорошо ставим себя на место других людей, ребенок оживляет мир. Он двухлетний, выглядит так все время. Они абсолютно поражены всем. И вы сможете видеть это снова. Это очень интересно. Я знаю, что ты в курсе о моей любви к Звездным Войнам. Я смотрел, Империя наносит ответный удар с моим пятилетним на то время племянником. И в момент, когда Дарт Вейдер сказал Люку, что он его отец, я смотрел на него, и он любит Звездные Войны. Я смотрел на него, и то, как расширились его глаза, я был вау. Вот что это. Как взрослый, в возрасте 41 года, как я могу пережить это снова? И это то, о чем ты говоришь, когда ты говоришь о искусстве. И кино — это искусство. Абсолютно. Мы с дочерью ходили на маску с Джимом Кэрри, когда она была маленькой для такого фильма. Она сидела у меня на руках. По-моему, ей было около пяти. Что-то такое. Мы пошли смотреть маску. Фильм довольно напряженный. И это было, как держать связку проводов под напряжением на протяжении всего фильма. Она была вот так. Как я сказал, возможно, это было для нее немного слишком. И затем можно просто дать ей нож. Да. Вы забываете, какое действие производит мир. Если вы идете с маленькими детьми возле пожилых людей, вы можете видеть это, потому что пожилые люди сидят и... Когда родилась наша дочь, она была первой внучкой на моей стороне. Мы пошли на озеро, где мы видимся с моими родителями, далеко в Северной Альберте. Она была как маленький огонь. Знаешь, когда люди сидят возле огня и смотрят на него и не могут отвести свой взгляд, потому что мы все потомки первого сумасшедшего шимпанзе, который не мог не смотреть на огонь. Маленькие дети такие. Пожилые люди постоянно на них смотрят. Частично из-за того, что они участвуют в этом обновлении мира. Это как новое представление к краю жизни. Что-то в этом роде. Но это только работает, если ваши дети вам нравятся. Есть дисциплинарный элемент, который тоже очень важный. То, что не понимают современные родители, я думаю, это из-за слишком либерального эпоса 60-х, когда развилась идея, что все, что делает общество для детей, это плохо. Не вредите своим детям, ставя их в рамки. Это так неправильно, что это просто невероятно. Поэтому люди и не заводят детей, потому что они не понимают, что вы не должны мириться с любым ненужным неприятным поведением детей. Это не обязательно. Нужно провести дискуссию о том, что 60-е вели к тому, о чем ты говоришь. Эти дети, которых учили бояться всего, они стали разгильдяями. Они родители сейчас. И это, возможно, является частичной причиной, почему у них меньше детей. Или почему они говорят о семье и детях другим образом. Также сейчас меньше доверия в структуре семьи, потому что количество разводов увеличилось. Есть женщина на нашей кафедре, на кафедре психологии. Эллисон, какая у нее фамилия? Она меня возненавидит, если это посмотрит. Я надеюсь, что это Флеминг. Скорее всего, нет. В общем, она показала, если вы будете вмешиваться в родительские отношения между крысами и их детенышами, тогда вы увидите ухудшение этих отношений на протяжении трех поколений. Вы нарушаете эту раннюю связь, эту семейную структуру. Это покажет себя. Это как традиция в каком-то смысле. Потому что быть хорошей матерью — это не то, чему вас учат. Это что-то, что есть внутри вас, если вас воспитывали правильно. Мой отец был идеальным отцом, особенно когда я был маленьким. Он много времени проводил со мной. Я любил, когда он приходил домой. У меня есть естественная симпатия к маленьким детям. И я думаю, что в основном из-за этого. Потому что я знаю, как вести себя с ними. Я думаю, что это из-за того, как ко мне относились, когда я был маленьким. Вы нарушаете это? И много людей не доверяют себе, как родителям. Потому что у них не было хорошей модели родителя. Они не доверяют семейной структуре. Все это заставляет людей бояться. Я хочу спросить тебя еще кое-что, и затем мы будем говорить о книге. Мы можем делать это пять часов. Как социальные сети и телефон, и отвлекающие факторы, бесконечные отвлекающие факторы, которые есть сейчас, как они относятся ко всему этому? Мы постоянно разделены. Семейный ужин. Мои родители всегда добивались, чтобы пять вечеров в неделю, или хотя бы четыре вечера в неделю, мы все садились за столом ужинать. Иногда мы все ссорились, иногда все было прекрасно. Но мы делали это. Это было важно. Но сейчас все идут гулять. Мы идем гулять сегодня. Количество людей, которых мы увидим, которые будут сидеть в ресторане и смотреть телефон все время, пока их дети... Или они дадут ребенку iPad. Во-первых, я думаю, люди принимают пищу социально. Это характеристика вида. Это очень странно. Животные не делятся едой. Мама-птичка будет кормить своих птенцов. Но у животных правило не делиться едой. Если вы волчьи стая, и вы приносите лося, доминантные волки едят первыми, и менее доминантные волки будут собирать остатки. Люди не такие. Одинокие люди не питаются хорошо. В общем, они даже не голодны. У нас есть эта невероятно глубокая нужда есть в сообществе. И это огромная часть социализации. Потому что вы должны думать, что регуляция приема пищи в каком-то смысле... Единственное, что можно сравнить с этим, это регуляция злобы и регуляция секса. Это основополагающее для культуры. Сядьте как цивилизованные люди. Разделите ужин правильно. Будьте хорошей компанией. Будьте внимательными. Учитесь общаться. Будьте благодарны за то, что у вас на столе. Это основные... Это даже не правило. Это глубже, чем правило. Это модели поведения. И вам нужно это. Если вы не разделяете вместе прием пищи, это катастрофа. По-моему, треть британских семей сейчас не имеет стола в столовой. Это очень нехорошо. И что касается электроники, я не думаю, что само содержание устройств является проблемой. Я думаю, что проблема — это сам факт наличия устройств. Я думаю, что опасно для детей не принимать участие в активных играх. В активных играх и играх, где они проявляют фантазию. Даже когда у меня были дети, что было довольно давно, электроника не была такой. У нас не было мобильных телефонов. Но я часто водил своих детей к другим парам, у которых были дети. Они сажали всех перед телевизором и включали им мультфильм. Хорошо. Это был диснеевский мультфильм, возможно, хороший. В мультфильме нет ничего плохого. Но есть что-то плохое в том, что дети не борются и не используют свое воображение, чтобы придумать, как сделать из какого-то странного объекта куклу или пожарную машину, или сделать форт из покрывала или играть в семью. Это очень важно. Мы знаем это. Активные игры — это то, что отцы делают со своими детьми. Очень полезно физически играть со своими детьми, потому что так они учатся тому, что не делает больно. И что делает больно? Я играл с маленькими мальчиками, у которых не было отцов. Они часто странные в игре. Они не знают, как реагировать. Они напуганы. Они как не очень хорошо социализированный пес. У моего друга есть два риджбека. Они очень игривые, и он борется с ними постоянно. Один из них подбежал ко мне, и я ударил его по голове в игривой манере. И сразу же, после удара, он побежал к своему другу и начал его кусать. И у них была большая игра. Для собаки достаточно небольшого толчка, чтобы понять это. Как отец, вы растягиваете своего ребенка. Вы толкаете его и дразните его. Так они знают, что такое игра. Они знают, что делает больно, и что нет. Вы деретесь и боретесь с ними, чтобы они понимали, что они не должны тыкать пальцами вам в глаза. Они также как бы учатся танцевать и развивают координацию. Отцы любят играть с детьми. Матери часто опасаются этого, потому что мужчины будут играть жестче с детьми, чем женщины. Это обобщение для всех, кто думает, что я сексист. Но данные по поведению довольно точные. Это ставит ребенка на их место и придает уверенности. И когда они на детской площадке, у них эти игровые связи уже активированы. И подойдет новый ребенок, такой же. И он просто может сделать игривый жест. И все, они играют. Но у детей, у которых нет этого, другие дети подойдут к ним, сделают игривый жест, и если ничего не произойдет, они уйдут и найдут другого ребенка. Или их просто побьют. Если они очень странные, или они первые начинают драться. Да. Да, именно. Вот пример. Представьте трех-четырех детей на детской площадке вместе. Они на каникулах. Они играют со своими ластиками, как вертолетами. Трое из них решили, что они играют в вертолеты. И непопулярный ребенок подходит и начинает ныть, что он хочет поиграть во что-то другое. Этого не будет. Этот ребенок раздражает. Он изгой. И это будет постоянно. Если ты не понял это до четырех лет, удачи, у тебя неприятности. Даже у популярных детей есть проблемы с этим. Как только группа сформирована, популярный ребенок подойдет. Он подстроится под группу детей. Он посмотрит на то, что происходит, спокойно и терпеливо. «О, я вижу!» Они во вселенной вертолетов. Они это представляют. Возможно, он понаблюдает. Он возьмет свой ластик, может, карандаш, понаблюдает за моделью поведения, и он скажет что-то такое. Если он сделает это правильно, группа раскроется, и он сможет войти. Я делал это не с вертолетами и ластиками. Я делал это в продуктовом магазине. Иногда я вижу маму с маленьким ребенком. Я начинаю играть с ребенком, что нужно делать осторожно в сегодняшнем обществе. Но если вы смотрите внимательно, вы увидите, как они раскрываются. Если вы знаете, как играть, вы заметите это открытие, и все улыбнутся, и ребенку весело. Даже с этим примером стали настолько подозрительны друг другу. Такой человек, как ты, который переживает за все это, это должно быть сводит тебя с ума. Несколько лет назад я был в Мексике, и у меня был довольно шокирующий опыт там. Мы жили в отеле, где были в основном мексиканцы. Это не был дорогой отель. Мне не очень нравятся такие места. Туда мексиканцы ездили с семьями отдыхать. Мы плавали в бассейне. Было солнечно, и все дети плавали там. Они были рядом со мной и играли со мной. И мамы, я смотрел на них, чтобы понять, как они относятся к этому. Они не переживали. Для них это было... Конечно. Дети играют в бассейне. Может, они посмотрели и увидели, как я подбрасываю их в воздух. Им было все равно. Но это нельзя делать в нашем обществе. И это действительно нехорошо. У нас сейчас появляется недоверие практически ко всему. Недоверие к нашей политической системе. Несмотря на то, что вы предпочитаете в политике, есть большое недоверие. И есть недоверие к Голливуду, что я думаю нормально. Есть недоверие к спорту, потому что спортсмены становятся политизированными. Все становится незаслуживающим доверия. Это действительно нехорошо. Я не верю в идею природных ресурсов. Воздух. Хорошо. Вода. Хорошо. Дальше, из-за того, что нужно приложить усилия, идея природных ресурсов становится неправильной. Доверие — это ресурс. Это основополагающий аспект, который делает культуры богатыми. Это доверие. Нужно разделять типы доверия. Есть наивное доверие. Это когда вы доверяете, и вы наивны. Когда вы не думаете, что все хотят сделать вам больно. Если вы наивны, и вам делают больно, тогда вы получаете травму, прямо пропорциональную нанесенному вреду и наивности. Не рекомендую. Нельзя воспитывать детей так, чтобы они были наивными. Спящие красавицы в мультфильме Дисней. Король и королева. Они старые. Они пытаются завести ребенка. У них получилось. Аврора. Она все для них. Они проводят вечеринку после крещения. Они не пригласили злую королеву. Вы думаете, конечно. Кто приглашает злую королеву на празднование дня рождения? Вы должны пригласить злую королеву в жизнь вашего ребенка, потому что иначе они не знают, что жизнь трудная. И они не знают, что они могут пережить это. Что происходит со спящей красавицей? Первый же раз, когда она разочарована, как только она вырастает, она прокалывает палец, немного крови, и она хочет быть без сознания, потому что она не может выдержать этого. Ее так сильно защищали, что она не может выдержать жизнь. Вы должны убедиться, что ваши дети подвергаются опыту, который давит на них и испытывает их как можно сильнее. Это часть компетенции, о чем мы уже говорили. Ты любишь метафоры в мультфильмах Дисней, не так ли? Я думаю, я знаю, почему ты любишь кинометафоры в общем, и знаю, что история о Пиноккио... Некоторые мультфильмы Диснея попали в самую точку. Я бы сказал, красавица и чудовище. Прямо в точку. Они абсолютно поняли архетипичную структуру. Это фундаментальный героический миф для женщин. Найти чудовище, которое хочет быть хорошим человеком, и помочь ему стать хорошим человеком. Не нужно находить полуразвитого, безобидного. Найди мужчину, который чудовище, который видел жизнь, именно, и построить с ним отношения. Страшно такое делать? Женщина, у которой был плохой опыт с мужчинами, будет отдавать предпочтение, психоаналитически говоря, кастрированным и безобидным. Он не обидит меня, он безобиден. Это не преимущество. Безобидность — это опасно. Потому что у безобидных людей нет силы в мире. Они не могут двигаться вперед правильно, затем они становятся обиженными, полными ненависти, пассивно-агрессивными, они возмещают это на подчиненных. Это плохо. Вы можете положиться на его безобидность, но на самом деле это плохо для вас обоих. Это ужасно. Женщина, которая боится мужчин, не может различать компетенцию и тиранию. Она видит компетентного мужчину и думает, что он тиран. Она не разделяет эти две вещи. Это как парень, который женится на ком-то и затем превращает ее в свою мать. Он не может принять идею, что его жена может быть сексуальной. Он убирает это на протяжении времени. Затем он думает, почему он сексуально несчастлив, когда ему 40. Он не может убрать различия между матерью и любовницей. Что-то в этом роде. Мультфильм и Дисней. Красавица и чудовище. Прямо в точку. Русалочка. Идеально. Спящая красавица. Точно так же. Король лев. Я много его анализировал. Немного на грани. Потому что некоторые архетипичные темы были встроены туда сознательно. Они немного пропагандистские в каком-то смысле. Это не было чистым повествованием. Именно. Была цель. Это не было чистым повествованием. Это интересно, потому что все сейчас является целью. Да. Все, что выпускает Голливуд. Сначала это цель. А потом это история. Да, и это не работает с течением времени. История — это все. История — это что-то, что вы не можете изобрести. Она должна сама показать себя в каком-то смысле. История сама имеет свою внутреннюю логику и сюжет. Если вы нацелены на моральное заявление, это не искусство, это пропаганда. История разрушится. Холодное сердце — хороший пример. Пропаганда с самого начала и до конца. Это была правильная пропаганда для времени, но никто... Я не видел это, моя племянница любит его. Никто не будет смотреть «Холодное сердце» через 20 лет. Все будут смотреть «Русалочку», например, и «Красавицу и чудовище» вечно, потому что они идеальны. Биноккио почти идеален. Он становится немного моралистичным время от времени. Его сделали в 30-х. Оставьте его в покое. Разве это не самое классное, что касается произведений искусства? Ты говорил раньше об искусстве. Очень круто, когда происходит так, что искусство настолько поглощает тебя, что какая бы ни была концовка, тебе это нравится. Ты видел последний фильм про Росомаху? Да. Логан. Мне очень понравилось. Я думал, что это замечательно. Это было смело и мрачно, и болезненно. И он так отличался от всех супергеройских фильмов. Последние пять минут фильма, я думал, как бы он ни закончился, я приму это. Потому что, по-моему, настолько он был хорош. Он дал мне все, что мне было нужно. У меня была эмоциональная связь. Это искусство. Они не пытаются запугать меня социальной справедливостью или чем-то еще. Они дают мне что-то. Это отличное чувство. Этого так мало сейчас в популярной культуре. Художник не должен иметь возможности конкретно говорить, что он или она делает. Если вы можете сказать, что вы делаете, вы не производите искусство. Искусство — это... Можно сказать, что искусство относится к культуре так же, как и сон относится к психическому здоровью. Ваш сон не говорит, о чем он. Он просто есть. Вы можете интерпретировать его. И это помогает иногда. Так же, как и кинокритика полезна. Но сон — это то, что расширяет вас больше, чем вы уже есть. Поэтому это невербально. Это что-то другое. Это что-то, что идет в неизвестное. Это искусство. Искусство такое. И художник, который ставит свое видение в рамки идеологии, ставит карету перед лошадью. Это как грех. Это универсальный творческий грех делать это. Потому что вы отдаете предпочтение меньшему. Да, вы понимаете что-то. Вы можете рассказать историю о том, что вы понимаете. Нет. Расскажите историю о том, что вы не понимаете. И затем вы втягиваете всех в историю. История — это изучение. Поэтому я не думаю, что книги Айн Рэнд можно рассматривать как литературу. Мне нравятся ее книги. Меня затягивает в них. Но она знает, что она пытается сказать. И вы понимаете это. Все ее хорошие персонажи одни и те же. У них разные тела. Но они одни и те же люди. И все плохие люди одни и те же. И они все являются голосами политических точек зрения. Она использует этот героический сюжет, и это восстанавливает это до какой-то степени. Но она не Достоевский. Потому что что делал Достоевский? Он самый великий писатель всех времен, насколько я могу сказать. На голову выше всех остальных. Он не знал ответ, когда он начинал писать. У него один персонаж основывался на одной группе принципов и идей. Второй персонаж на другой группе. Он бы развил их до самой крайней точки. И поставил бы их на поле боя. На котором он бы сделал оба персонажа как можно более сильными представителями этих позиций. И затем он смотрел на результат. И вы также наблюдаете за этим. Это удивительно. Это то, что делает произведение искусства. Хорошая история, хороший фильм, хорошая картина. Это сложнее с картинами. Но художник толкает вас дальше, чем вы уже есть. Даже дальше, где он есть. Художники не могут сказать, что они замышляют. Они не знают. Они могут догадываться, возможно. Но то, что они делают, когда они пишут произведения искусства, они пытаются понять, что они замышляют. И так вы понимаете, что они действительно художники. Они двигаются дальше самих себя. Каким-то образом уже прошел час. И нам нужно будет потратить еще как минимум час на это, и потом еще на кое-что. Но я знаю, что ты провел с Роганом несколько подкастов, как минимум по три часа. Да, он сумасшедший. Это как будто у вас берет интервью пылесос. Как бы ты в таком случае описал это интервью? Это все хорошо. Тебе нужно, чтобы разговор был напряжен. Это хороший признак. Ты любишь джин, кстати. За тобой стоит джин. Если мы дойдем до этого, посмотрим. Это будет для подписчиков на Патреоне. Мы немного поразмыслим. Я хочу обсудить книгу. Давай сделаем это. Потому что ты сделал мою работу... Ты послал мне ПДФ-версию книги вчера. Я прочитал столько, сколько смог. Но я подумал, простота, с которой ты все это преподносишь, была действительно блестящей. В общем, как я сказал в начале, ты даешь людям 12 способов прекратить быть жалкими. Это что меня, правда, поразило. Я хотел... Это написано с точки зрения человека, который хочет перестать быть жалким. Потому что я не говорю, ты жалкий, и у меня есть ответ. Нет, нет. У меня есть много работы над собой. Это ключевой момент этого. Для тебя лично. Ты не ходишь и не говоришь, я идеален. Две недели назад мы говорили о своих недостатках, и с чем мы боролись, и все такое. Ты открыто говоришь об этом. Мало людей открыто говорят об этом. Я живу в ужасе совершения ошибки, зная прекрасно, что я могу ее совершить. Я не говорю или не пытаюсь выразить в своих действиях идею, что у меня есть... Как это сказать? Что у меня нет изъянов. Нет. Мы не идем в эту сторону. Это уж точно. Есть простота в этом, которая мне очень понравилась. Первое правило. Встаньте ровно и расправьте плечи. Мне нравится, что это правило первое, потому что когда я начал проводить стендапы, я видел много парней, которые сутулились перед микрофоном с очень плохой осанкой. Известные комики. Я всегда помнил. Ты должен стоять ровно. У тебя хорошая осанка? Наверное, что-то таки произошло. Правда? Моя жена массажист. Она хорошо знает физиологию. Она помогла мне с некоторыми вещами. Но мы все время видим людей на улице. В общем, у людей очень плохая осанка. Это очень плохо для них. Это также может быть связано с телефоном. Да, я думаю, это тоже. Но это также что-то, на что наша культура не обращает внимания. Вы должны напоминать своим детям стоять ровно. И это требует сознательных усилий. В этой главе я много говорю о лобстерах. Я испытываю симпатию к лобстерам, потому что они... В общем, когда лобстер проигрывает в драке, потому что они дерутся все время за доминирование, скажем так, в своих иерархиях, он съеживается, поэтому он выглядит меньше. Когда он побеждает, он выравнивается и выглядит больше. Он показывает другим лобстерам итоги его побед, скажем так. Если лобстер победил в драке, вероятность того, что он победит в следующей, выше, что вы бы поняли из итогов его предыдущих побед и поражений. Если он проигрывает в драке, тогда вероятность того, что он проиграет в следующую драку выше. Это принцип Матвея. Хорошо, вы думаете, ну и что? Какое это имеет значение? Хорошо. Лобстерами управляет сиротоним. Это гормон. Если лобстер проигрывает, уровень сиротонима, уровень сиротонима падает. Если он побеждает, то уровень сиротонима растет. И когда уровень сиротонима растет, он становится ровно, и он лобстер, который уверен в себе. И одно из последствий этого, если лобстер проигрывает в драке, и вы даете ему эквивалент антидепрессантов, тогда он встанет ровно и снова пойдет драться. Антидепрессанты действуют на лобстеров. Вы думаете, кого это волнует? Нет, нет, вы не поняли. Мы отделились от лобстеров с точки зрения эволюции 350 миллионов лет назад. И мы имеем такие же связи. Это абсолютно невероятно. Это показывает, как глубоко в вас, как основополагающая эта связь внутри вас, которая разделяет людей и показывает их место в иерархии. Человеческое общество — это больше иерархия компетенции, чем доминирование. Если ваш уровень серотонина падает, у вас депрессия, вы сутулитесь, и все вокруг вас становится смутным и темным, и затем вы привлекаете больше угнетения, вы попадаете в эту плохую петлю. Очень важно, если вы пытаетесь наладить вашу жизнь, то очень важно выровняться и иметь правильную осанку. Это часть психофизиологической петли, которая может поставить вас на путь вверх. Очень важно на это обращать внимание. Если над вами издевались, например, когда вы были ребенком, возможно, вы переехали оттуда, и для вас это безразлично, но вы все равно несете это с собой на согнутых плечах. Вы не можете правильно дышать, у вас неправильный голос. Вы привлекаете новые издевательства. Потому что хищники всегда ищут людей, которые выглядят, как будто их можно запугать, которые начнут шуметь. Они будут производить звуки страдания, если вы на них надавите. Это именно то, что такие люди хотят. Первая глава об этом. Она об иерархии. Это критика также в каком-то смысле идеи патриархального общества. Потому что это доминирующая, угнетающая иерархия, в которую все встроены. Социальные конструктивисты, борцы за социальную справедливость, постмодернисты, они считают, что это социальная конструкция. Может быть, нет? Это неправильно. У лобстеров есть иерархии. Это 350 миллионов лет назад. Это не социальная конструкция. Это часть самого существования. Если вы только видите иерархию как власть и тиранию, тогда вы смотрите на мир неправильно. Правда, что иерархии могут быть тираническими и доминирующими. И прогнившая иерархия — это только тирания. Но в функционирующем обществе иерархия — это структура общества. И вы защищены внутри нее. Где вы находитесь в этой иерархии, очень важно. Но это часть личного развития. Это частично значит стать ровно. Люди думают, «Ты кто-то, кто может сделать что-то хорошее для иерархии. Давай мы тебя повысим». Мужчины не борются за власть. Это не то, что делают мужчины, если они цивилизованы. Они сравнивают себя друг с другом и позволяют самому компетентному вести их. И они делают это на каждом уровне общества. Я рассказывал историю о... возможно, позже, в другой главе. Неважно. Я работал на железной дороге в Южном Соскачивании. Там были грубые ребята. Много из них были в тюрьме. Когда вы впервые приходите в такой коллектив, вам дают глупую кличку, и люди тебя подкалывают. Я помню одному парнишку, которого называли «коробка для завтрака». Это была его кличка. Потому что он пришел с коробкой для завтрака. Это выглядело, как будто ему мама упаковала обед. Это была плохая идея. Лучше принеси свой обед в бумажном пакете. И нужно заострять много внимания на этом. Пакет, который грязный и воняет. Именно. И нужно показывать статус своей «коробкой для завтрака». Они назвали его «коробкой для завтрака». Им это не очень нравилось. И это была ошибка. Ему нужно было принять это с улыбкой. И он все время ворчал. Его все раздражало. Если ему говорили что-то сделать, он ныл. Это было сразу после того, как я начал работать. В этой команде 60 человек. Мы растягивались на четверть мили на железнодорожных путях. И в скором времени анонимы начали бросать в него галькой во время работы. У нас были шлемы. Игра была... Нужно было галькой попасть в шлем коробки для завтрака. Анонимно. Да. Потому что непонятно, откуда бросают. Это было целенаправленно. Потому что он не понимал шуток. Посмотрим, выдержит ли он такую шутку. Бах. И все. Затем он все больше ворчал. И галька становилась все больше и больше. И через неделю коробка для завтраков ушел. И он ничему не научился из этого. Люди испытывали его. Ты понимаешь шутки? Ты будешь полезным? Ты можешь хотя бы быть забавным? Тебе есть хоть что-то ценное? Нет. Хорошо. Тогда уходи. Потому что мы не знаем. Может, нам придется на тебя положиться. Это полностью совпадает с тем, что ты говорил, почему важно для отца играть с ребенком. Или мы с братом обычно выбивали друг из друга все дерьмо. Иногда он побеждал, иногда я. Но мы чему-то учились там. Как ты сказал, это как учиться танцевать. Мне нравится, что ты начал говорить о чем-то физическом, потому что все мы можем это делать. Все, кто смотрят нас сегодня, с чем бы они ни боролись, могут поработать над этим. Даже у кого самая лучшая в мире осанка, могут работать над этим. Если вы сутулый, физические упражнения — это хорошо, потому что вы выравниваете мышцы спины, и это расправляет ваши плечи. И вам нужно это. Это очень важно, когда вы становитесь старше. Посмотрите на пожилых людей. Если они сутулые, тогда это все кальцифицируется, и они начинают опускаться. Вам не нужно быть в такой ситуации, когда вам 40. И вообще никогда. Возможно, в 90. Но не в 40. И уж точно не в 20. Вам нужно следить за своей осанкой. Или чтобы кто-то на вас посмотрел и сказал, да, ты немного сутулый, и вы должны помнить это. Вам нужно хорошо выровняться, открыться. Частично это показывает доминирование, потому что это защитная поза. Чтобы животные, которые прыгают на вас, не добрались до ваших слабых мест. Это инстинктивно. Это защита. Это говорит, я открыт миру. Но также, я могу справиться с тем, что я открыт миру. Это показывает компетенцию и уверенность. Это интересно, потому что это также уязвимая поза. Безусловно. Йога и другое, что развивает гибкость. Вы работаете над этим. Это не понравится людям, которые против того, чтобы мужчины расставляли ноги. Они не будут рады, если увидят это. Компетенция — это принятие уязвимостей. Вот что такое компетенция. Это глубокая идея. Самая глубокая христианская идея, например, вы должны принять уязвимость бытия. Это принятие распятия. Вы на кресте, где находится страдание. Вы будете ныть об этом и становиться озлобленным и обиженным, потому что причины есть. Не будем заблуждаться в этом. Или вы скажете, «Давай, я могу справиться, чем бы это ни было». Возможно, вы не можете это сделать, но на это вы целитесь. Вы целитесь на то, чтобы иметь возможность справиться с этим, чем бы это ни было, и сделать это добровольно. Идея в том, если вы можете сделать это, вы превзойдете трагедию. Может ли это быть правдой? Много людей уважают сильных, компетентных людей. Вы знаете, что это хотя бы немного правда. Вы восхищаетесь мужеством. Насколько мужественным вы можете стать? Это вопрос. Насколько мужественным вы можете стать? Практикуйтесь, и вы увидите, и вы захотите стать лучше. Я не говорил тебе это две недели назад, но мы были на этом замечательном мероприятии. В конце, когда все ребята подходили, чтобы поздороваться с нами, была очередь к нам обоим. В твоей очереди было больше людей. Они планировали и ко мне подойти. Но потом я чувствовал, это значит, что я должен быть лучше. Я подумал, это отличное чувство. Я не чувствовал зависть к тебе. Я был, вау, он тащит. Я также должен. Это конкуренция, это замечательно. Так и есть. Дело в том, что это противоположность истории о Каине и Авеле. Каин убивает Авеля, потому что он не может выдержать тот факт, что он лучше него. Он знает, что он лучше него. Нет никаких сомнений. Авель — это его идеал, потому что это значит увидеть кого-то, кто лучше вас. Вы будете завидовать этому? Вы будете завидовать своему собственному идеалу? Это очень плохая идея. Вы должны наблюдать и думать. Что-то происходит, чего я не понял. И, возможно, если я буду наблюдать, я пойму это. Это возможность. Это не значит, что вы должны убить этого человека. Это значит, что вы должны работать над собой. Это возможность. Возможность сделать это. Вам также нужно понимать, что у людей бывают разные периоды в жизни. Иногда вы встречаете людей, которые достигли вершины в каком-то смысле, а вы — нет. Это не значит, что так всегда будет. Это другое. Даже очень успешные люди, они болеют и умирают. Нужно не забывать об этом. У нас есть ограничения, которые делают нас равными в каком-то смысле. И это также стоит того, чтобы знать это. Вы не знаете, когда вы видите кого-то успешного, вы не знаете всю трагедию его жизни. Есть другая глава, которая называется «Сравнивайте себя с тем, кем вы были вчера, а не с кем-нибудь, кто есть сегодня». На этой ноте, давай мы прервемся на одну минуту. Мы хотя бы посмотрим на Джин, и мы вернемся. Ребята, перерыв буквально одна минута. И затем мы дальше общаемся с Джорданом Питерсоном. Итак, ребята, возможно, это было 67 секунд. Должно быть правило об этом. Если вы уходите на 60 секунд, не пропадайте на 67 секунд. Можешь винить в этом меня. Второе правило. «Относитесь к себе как к человеку, которому вы ответственны помочь». Для меня довольно ясно, что это значит. Это расследование того, почему люди не относятся к себе хорошо. И дело в том, что люди самосознательны. Мы знаем наши границы. Мы знаем наши слабости. Мы можем, в общем, пренебрегать людьми, потому что мы просто полны недостатков. И мы уязвимы, и все это. Но мы знаем себя лучше остальных. Если вы не нарциссичны, и некоторые люди такими являются, тогда у вас есть четкое понятие того, насколько слабо вы развиты. во всех областях, в которых вы можете стать лучше, даже самостоятельно. Это, естественно, ведет к пренебрежению самим собой. Это можно заметить. Я рассказывал это. Люди с большей вероятностью будут правильно давать прописанные лекарства своим домашним животным, чем сами будут принимать их правильно. Даже в США, хотя мы здесь довольно много принимаем лекарства, даже в США, люди возьмут рецепт, но они не будут принимать таблетки. Идея в том, чтобы... Эта вариация, которой я научился у Карла Юнга, это другой вариант выражения «относитесь к другим людям так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам». Это наоборот. Представьте кого-то, к кому вы хорошо относитесь, кого вы любите. Попытайтесь относиться к себе таким образом. Вам нужно отстраниться от себя немного. Вам нужно подумать, «Хорошо, я человек, который находится среди других людей. Я заслуживаю хотя бы столько же уважения, как и человек среди других людей. Я должен попробовать помогать самому себе на протяжении времени. Вместо того, чтобы пренебрегать собой и разрушать себя, мне нужно заботиться о себе, будто я потенциально ценен и вести так свою жизнь». Глава об этом это сложно для людей. Они не заботятся о себе так хорошо, как должны. Я не имею в виду «позаботься о себе». Это не то, что я имею в виду. Это не моралистическая атака. Это вдохновение дать себе шанс оправдать себя и относиться к себе, как будто у вас есть внутренняя ценность. Насколько это является психологическим? Это значит нормально переживать свои ошибки и все это? Или также относиться к себе хорошо, хорошо одеваться и следить за осанкой и все остальное? Это часть этого. Непонятно, где находятся ваши границы. Это значит, ухаживаясь за своей комнатой, за своими вещами, уважая себя как... Я бы сказал, в каком-то смысле, как чудесное создание, потому что это то, чем вы являетесь. Это немного похоже на выражение поколения нового века, что мне не очень нравится. Но дело в том, что внутри вас есть много потенциала, есть много чего, что вы можете сделать, и вам нужно больше, чем вы думаете, чтобы с вами что-то происходило. Если вы примете несколько плохих решений, дела станут хуже, не только для вас. Все станет хуже. Возможно, намного хуже. Я не знаю, какие ошибки совершила мать Сталина, и она не обязательно думала, что это так важно, но оказалось, что они были довольно важны. Вы не знаете, как ваши действия повлияют на все. То, что вы делаете, имеет значение. Отчасти, что вы должны делать, вам нужно относиться к себе, как будто то, что вы делаете, имеет значение. Вам нужно самоуважение, и вы должны немного бояться себя. Это тоже к этому относится. Это глава об этом. Третье правило. Дружите с людьми, которые хотят для вас лучшего. Это довольно интересная глава, особенно сегодня. Мы связаны с людьми со всего мира, с которыми мы не встречаемся лицом к лицу. Есть правило к этому правилу. Если у вас есть друг, и вы говорите ему плохую новость, ему должно быть грустно. Они будут слушать. Они примут чертову боль. И они не будут говорить вам о чем-то, что случилось с ними, что было хуже этого. Они не будут тайно радоваться, что вас что-то выбило из вашего пьедестала. Они будут слушать. И затем, если у вас есть друг, и что-то хорошее происходит с вами, они счастливы. Вот в чем дело. Если вы пытаетесь бросить курить, и ваши друзья предлагают вам сигарету, можно так пошутить. Если это шутка, то это нормально. Но часто это не шутка. Я курю, ты куришь, ты бросаешь курить. Ты думаешь, что ты лучше меня? Я заставлю тебя курить. И затем мне не будет стыдно, что я не могу это сделать. Или ты алкоголик, и я говорю тебе, кого волнует тот факт, что ты испортил свой третий брак? Выпей еще. Нет. И другое. Люди не понимают, что это нормально с моральной точки зрения выбирать людей, которые пытаются помочь вам быть лучше. и остерегаться людей, которые будут тянуть вас вниз. Эта картинка постоянно у меня на уме. Если вы спасатель, и вы хотите спасти кого-то, кто тонет, вы подплываете к ним вот так, с ногой впереди, потому что, возможно, они паникуют, и два утонувших человека не лучше одного. Вы не обязаны морально тонуть с чьим-то кораблем. Вы думаете, это довольно жестко и грубо. Вы не можете бросить друга во время нужды. Я не это говорю. Я говорю, что допустимо для вас посмотреть на ваше социальное окружение и принять решение. Если у вас есть человек, который причиняет вам боль, и который не перестанет это делать, и который тянет вас вниз, это не обязательно. Вы не обязаны делать это. Будьте с людьми, которые пытаются поднять вас. Я думал, что эта глава была очень сильной. Я получил так много писем, и один из вопросов был связан с Клемсоном. Много людей, которые начинают понимать, что постмодернисты несут бред, они теряют своих старых друзей, которые видят это как религию, которую вы должны принять. Но что я нашел, хотя я тоже потерял много друзей за последние несколько лет со своей старой жизни, хотя я такой же, как и всегда был, я нашел новых друзей, более состоятельных, включая парня, который сидит сейчас передо мной. Это очень сильно. Вы можете также и находить людей, «Да, вы обязаны». Вы не обязаны связываться с людьми, которые делают вашу жизнь хуже, или даже больше. Я скажу это в более глубоком смысле. Вы обязаны не связываться с людьми, которые пытаются повредить структуру вашей жизни, вашу жизнь, жизнь вашей семьи, жизнь социума. Нет. Неправильно. Уходите от них. Вы думаете, «Это жестоко». Это не жестоко. Вы посылаете сообщение. Такое поведение нельзя принимать. Плюс, если вы добиваетесь успеха, вы развиваете свой характер, тогда вы пример. И в какой-то момент, возможно, это то, что этому человеку будет нужно, как пример. Возможно, они достигнут дна и подумают, «Господи, я не на правильном пути. Вот пример, которому я могу следовать». Вы не можете оправдать это состраданием, потому что часто это тоже может быть оправданием. Я зависаю со своими друзьями, наркоманами, алкоголиками, потому что я хочу помочь им. Правда, не так ли? Возможно. Скорее всего, нет. Вы не святой. Возможно, вы святой. Но это маловероятно. Четвертое правило. Сравнивайте себя с тем, кем вы были вчера. Давай заново. Я хочу правильно это прочитать. Сравнивайте себя с тем, кем вы были вчера, а не с кем-нибудь, кто есть сегодня. Да, вы должны совершенствоваться. Вы можете подумать, «Я постоянно совершенствуюсь, и мне стыдно, что у меня есть 50 вещей, которые мне во мне не нравятся». Посмотри на этого парня. Теперь мне плохо, из-за сравнения с ним и все это. Во-первых, это нечестно, потому что, особенно когда вам около 30, когда вам 17, вы как другие 17-летние. Это социальное сравнение возможно. Когда вам 30, ваша жизнь становится более своеобразной. Скажем, в вашей жизни есть 8 измерений. семья, друзья, интимные отношения, здоровье. Вы можете их разобрать. Ваше индивидуальное позиционирование во всех этих измерениях, ваша жизнь не такая, как жизнь других. Если вы видите кого-то, у кого дело лучше, чем у вас, вы видите только одно измерение в один момент времени. Это неблагоразумно. У вас нет всей картины. И затем вы ругаете себя и забираете дух у себя. Вы становитесь обиженным и полным ненависти. В этом нет ничего хорошего. Но вам нужно совершенствоваться, потому что вас не так много, как может быть. С чем сравнивать? Это легко. Вот мое положение во времени и пространстве прямо сейчас. Вот мои успехи и падения. Я могу быть немного лучше завтра, как-то чуть-чуть. Это правильное сравнение? Потому что вы такой же, каким вы и были. Знаешь, что я имею в виду? Ты не меняешься. Это идеальное сравнение. И затем у вас есть траектория. Очевидно, я не идеален, но я немного менее ужасен, чем я был вчера. Если вы будете продолжать так делать пять лет, и вы будете там, где вы должны быть, а не где кто-то должен быть, потому что вы личность. Есть интересные элементы этого, библейский, на которые ты иногда ссылаешься. Не молитесь ложным богам. Это как парень, на которого вы смотрите, у которого по-вашему есть все. Вы понятия не имеете. И мы видим это сейчас со всеми этими людьми, которые работают в Голливуде, которым поклоняется много людей, которые сделали много ужасных вещей. У них просто нет доступа к трагедии чьей-то жизни. Вы можете подумать, он богатый и успешный. Да, но вы ничего не знаете. Вы не знаете, какие у него отношения с женой или детьми. Вы не знаете, что у него было два развода, и его дочь не разговаривает с ним. У одного из его детей шизофрения. Жизни большинства людей довольно сильно пропитаны трагедией и определенным количеством зла. Вы можете подумать, я бы мигом поменялся с ним местами. И я не говорю, что у людей не бывает очень тяжелой жизни. Некоторым людям очень тяжело. Суть не в этом. Суть в том, что вы должны быть лучше, чем вы есть. Но это не из-за того, что вы хуже других людей. Это потому, что вы не все, чем вы можете быть. Вы должны выбирать правильное сравнение. Это также облагораживает и возникает надежда. Нет абсолютно никаких сомнений, что вы можете быть немного лучше завтра, чем вы сегодня. И затем, из-за принципа Паретта, движение к добру увеличивается в геометрической прогрессии. Эта траектория может вытащить вас из ада очень быстро. В этом нет ничего плохого. Быстрая вставка перед тем, как мы перейдем к пятому правилу. Ты упомянул, что после 17 сложно найти разницу между людьми. 30 — это более устроено. Ты думаешь, что есть крайний возраст, я не имею в виду точный возраст, как 56, например, но не думаешь ли ты, что есть грань? И был вопрос в Клемсоне, кто-то сказал тебе, «Вы помогли моему 60-летнему отцу, у которого были все эти проблемы в его жизни». Он начал вас слушать, и, по-моему, она сказала, что он в самом лучшем положении, в котором он когда-либо был. Я думаю, что есть крайний возраст, когда физиологически вы не можете сделать это. Я думаю, это становится сложнее, потому что вы больше понимаете, кто вы с возрастом. Область потенциала начинает меняться, но не изменяется обычная подлежащая правда. Безусловно, есть что-то, что вы можете сделать сегодня, что сделает вас немного лучше на следующий день. Всегда. Хорошо, не всегда. Вам 85, у вас Альцгеймер. Вам конец. Иногда вам конец. Но в большинстве случаев это не так. Есть возможность того, что вы можете сделать правильно. Это фундаментальная проблема. Жизнь трагическая. Она полна страдания и злобы. В этом нет сомнений. И она жестокая. Иногда намного больше, чем вы можете себе представить или готовы представить. Но есть что-то, что вы можете сделать правильно. И мы не знаем, что может произойти, если вы все сделаете правильно. И мы не знаем, что будет, если все это сделают. Но вы можете быть уверены, что будет меньше трагедии и меньше зла. У вас нет ничего лучше, что вы можете сделать. Соберись. Пятое правило. Не позволяйте своим детям делать то, из-за чего они вам не нравятся. Об этом мы немного говорили в начале нашего разговора. Во-первых, дело в чудовище, как в красавице и чудовище. Вы нехороший человек. И вы отомстите своим детям, если они плохо себя ведут. Вы думаете, им не нравятся мои дети. Другим людям они могут не нравиться. Возможно, они ведут себя неправильно. И вы думаете, что они вам нравятся, потому что вы святой. Но это не так. И вы отомстите своим детям, если они делают то, что вам не нравится. Вы в продуктовом магазине с четырехлетним ребенком. И они довольно умные. Они проверяют вас постоянно. Показывают что-то, спрашивают, что это. Это делают маленькие дети. Они не так много говорят. Вы можете сравнить их поведение с животными, которые живут в стаях, как собаки. Поэтому им нравятся собаки, и поэтому они ладят с ними. Они понимают друг друга. Они вас испытывают. У них может быть плохое поведение в магазине, и вы не знаете, что с этим делать. Если ребенок плохо себя ведет в магазине, вы берете его, идете на улицу, ставите его где-то, и пускай ведет себя плохо. Вперед! Им надоест это. Пойдите куда-то, где скучно, и скажите, «Давай». Когда ребенок закончил, вы говорите, «Мы будем стоять здесь, пока ты не решишь, что ты будешь вести себя хорошо». Ребенок знает, что это значит. Ты будешь хорошо себя вести, или мы будем просто стоять здесь. Хорошо. Ребенок плохо себя ведет, и вы ничего не делаете. Уже в третий раз. Вам стыдно, вы краснеете, все потеют, все смотрят на вас, как на ужасного родителя. Очень неприятно. «Ой, я люблю своего ребенка». Нет. Это ложь. Вы идете домой, ребенок уже все забыл. Он идет в свою комнату, он рисует, он выходит, чтобы показать вам рисунок. И возможно, рисунок получился хороший. Возможно, он даже чувствует себя виноватым из-за плохого поведения, но вы не рады этому. И вы думаете, «Да, это нормально». И вы возвращаетесь к тому бесполезному занятию, которым вы занимались. И вы думаете, «Так ему, этому маленькому ублюдку». И вы думаете, «Нет, я бы так не подумал». Неправильно. Не только вы бы так думали, но вы бы так вели себя. Если вы не думаете, что это правда, вы не знаете себя хорошо. Вам нужно думать, «Этот маленький ребенок маленький и бессильный». Не настолько, как вы можете думать, но в основном вы сильнее. И у вас есть склонность к тирании, которая сидит глубоко в вас. Вам лучше быть осторожным рядом с этим ребенком. Я говорил своим детям, когда у меня было плохое настроение, «Будет лучше, если ты будешь в своей комнате». Они не были против. Они знали, что это значит. Очень маленькие могут понять это. «Ты хороший ребенок. У меня плохое настроение. Скорее всего, не будет ничего хорошего. Почему бы тебе не пойти поиграть в своей комнате?» И они уходят. Они знают, как играть в своей комнате. Потому что я не хотел, чтобы они были возле меня, когда я не буду очень хорошим. И дети могут с этим справиться. Они не могут справиться с ложью. Они могут справиться с такой правдой без проблем. Мы оба, моя жена и я, мы были очень осторожны, когда дети начинали нас не радовать. Один или другой. Наступало время разговора и принятия решения, что пошло не так. И как мы исправим это, чтобы мы были рады, когда ребенок был рядом. Вы можете быть счастливы, когда они рядом. Не всегда. Вы устали, у вас похмелье, у вас был плохой день, ребенок капризный. Я не говорю, что это утопия. Это не так. Дело не в этом. Дело в том, что вы можете настроить отношения со своими детьми. И у вас могут быть искренние отношения с ними. И тогда это будут лучшие отношения, которые когда-либо с кем-либо у вас были. Я могу это сказать с некоторой долей уверенности, потому что у меня были тяжелые времена с моей дочерью, потому что она была очень-очень-очень больной. Долгое время. Это было очень плохо. Семь лет. Еще остались последствия. Но она была в невыносимой агонии два года подряд. И не могу поверить, что она это пережила. Потому что три часа сильной боли это тяжело. Два года. Возможно, вы это не выдержите. Но у нас были хорошие отношения. И слава Богу, если бы наша семья не была близкой на тот момент, это была бы трагедия, которая бы переросла в ад. Это было тяжелое время все эти годы. И все равно это было нормально. И это говорит о чем-то, потому что у нее разрушилось бедро и голеностопный сустав во время этого периода. Ей их заменили в 16. Она ходила на двух сломанных ногах два года. Это было невыносимо. Но наша семья... Мой сын, например, во время этого... Я снимаю перед ним шляпу. Ему было только 14. И он хотел гулять с друзьями. Он был рядом. Он поддерживал ее. Он никогда не жаловался. Он не жаловался на то, что ему не уделялось нужное внимание. Он был там, как чертова скала. И его сестра на него положилась. Она любит его до смерти. Частично из-за этого. Это было замечательно. И это было из-за этой основы, которую мы создали. Мы не пережили бы это без этого. Это так сильно. Я вижу это в твоем лице. Небольшое изменение, когда мы говорим об этом. Это настоящее. Это был ужас. Однажды я пришел с ней поговорить, и боль просто сводила ее с ума. Я видел, что она может сломаться. Мы искали по всему миру кого-то, кто может пересадить ей голеностопный сустав быстро, потому что он разрушался очень быстро. Хирург, с которым мы разговаривали, он хотел восстановить его. Мы были против. Мы хотели заменить его. Но такое редко делают. В общем, я не буду утомлять деталями. Это было тяжело. В таких ситуациях, если ваша семья разделена, у вас нет дополнительных сил, чтобы справиться с этим разделением. Ваш корабль должен быть в порядке, когда вы в море во время шторма. Это почти как, когда в семье умирает бабушка, вся семья сходит с ума после этого, все вырывается наружу, и дело даже не в трагедии. Это хороший пример. Это часто можно увидеть после смерти. Мама моей жены умерла от болезни Альцгеймера и лобно-височной деменции. Она заболела довольно рано, и дегенерация происходила около 15 лет. Ее муж, он очень общительный, любящий вечеринки парень. Я сильно его уважаю. Он мне очень нравится. Но он не такой, чтобы оставаться дома и помогать нуждающимся. Но когда его жена заболела, он заботился о ней, и это было невероятно. И не мог поверить, насколько хорош он был в этом, насколько терпелив. Ее семья просто объединилась. И перед тем, как она умирала, ее сестра работала медсестрой в палеоативном уходе. Ее вторая сестра была фармацевтом. Они сталкивались с тяжелой стороной жизни. Я был рядом, когда она умирала. Семья была вместе. И что было интересно в этом, они потеряли свою маму. И это ужасно. Это ужасный способ умереть. Но это интересно, потому что связи между ними, между детьми и отцом, были намного крепче после этого. В каком-то смысле. Хотя они что-то потеряли, это не просто так. Я не говорю об этом высокомерно. Они усилили свою семью. Они больше времени проводили вместе. И лучше ладили. Была компенсация за это. Вы думаете, что случится, если вести себя благородно во время трагедии? Во-первых, это лучше, чем не делать это. Но затем вы также увеличиваете вероятность, что что-то хорошее может получиться из этого. И так и будет. Вы можете в трагической ситуации... Трагедия — это не ад. Но вы можете сделать трагедию адом. Тогда это ад. И никто этого не выдержит. Это потрясающе. Шестое правило. Наведите в своем доме идеальный порядок, прежде чем критиковать мир. Это тяжелая глава. Это о серийном убийце. И о серийных убийцах. Я не добрался до нее, потому что я получил книгу только вчера. Это тяжелая глава. Есть много чего, что можно критиковать, что касается жизни. Она трагичная. И есть зло. Это основные проблемы. Вы можете жаловаться на это. Но дело в том, что если вы жалуетесь на это, вы принимаете этот характер поведения, что вроде бы как антижизненный характер. Вы идете в такие места, если бы вы знали, какие они, вы бы туда не пошли. Это места, как те, в которые пошли дети, которые расстреляли школу Колумбайн. Это плохие места. Если вы прочитаете дневники убийц из Колумбайна, по-настоящему, если у вас волосы не стоят дыбом, вы невнимательно читаете. Один из них написал такое, что я не мог поверить, что люди могут такое написать. Я много читал о том, что люди делали и говорили. Вы просто не можете это понять. Это жутко. Этим все заканчивается, если у вас обида. Что вы можете сделать с этим? Мир — это жесткое место. Должны ли вы его критиковать? Только когда вы собраны. Вы должны принести все, что можете, чтобы разобраться с проблемой перед тем, как у вас есть право судить саму жизнь. Это то, что делают массовые убийцы. Это то, что они делают и выражают в действиях. Они говорят, «Я смотрю на мир. Мне не нравятся люди. В них полно недостатков. Они плохо себя ведут. Они рак на теле планеты. Будет лучше, если бы их не существовало». Мне не нравится жизнь. Здесь слишком много страдания и зла. «Я судья этого. Я им покажу. Я уничтожу их. И больше этого. Я уничтожу их, и я начну с самых невинных». Потому что это делают массовые убийцы. Они не убивают виновных. Это слишком очевидно. Они убивают невинных. Это лучший протест. Поэтому парень расстрелял начальную школу в Коннектикуте. «Почему вы стреляете в детей?» «Подумайте об этом. Я не хочу об этом думать. Это уж точно. Конечно, вы не хотите об этом думать. Но лучше подумать об этом. Туда вы идете с приходом критицизма самой жизни. И делайте этого. Разве что вы хотите там оказаться. Это плохо. Что вы делаете вместо этого? Прекратите делать глупости. Прекратите врать. Прекратите все делать хуже. Прекратите делать себя слабым. Все делают это. Они знают это. Я не говорю «следуйте правилам». Я не говорю это. Я говорю «даже на протяжении дня вы видите выбор перед вами». Иногда вы не знаете, что делать. Хорошо, вы невежественны. Возможно, вы совершаете ошибку. Что бы то ни было. Это просто невежество. Зло — это когда вы знаете, что вы не должны что-то делать. И вы все равно делаете это. И люди делают это постоянно. Это высокомерие. Мне сойдет это с рук. Это нормально. Это ложь. Потому что вы врете самому себе о том, должны ли вы это делать или нет. Вы знаете, что нет. Затем это ненависть. Потому что я завершу этот плохой поступок, потому что это проучит людей. Или это проучит Бога за то, как Он ко мне относится. Это ужасная троица. Ложь, высокомерие, ненависть. Прогоните их со своей жизни. Седьмое правило. Исследуйте то, что значимо, а не то, что выгодно. Смысл — это то, что у вас есть. Чтобы усилить себя против трагедии жизни. Это как взаимодействие. У нас интересный разговор. Мы закончим и будем надеяться, что люди, которые смотрят нас, они закончат смотреть и скажут, «Это стоило того». Хорошо. Подумайте о том, что это значит. Это значит, что, несмотря на то, что вы хрупкое, поврежденное, смертное создание, вы находите что-то, что можно назвать стоящим. Это смысл. Это инстинкт. Это глубокий инстинкт. Возможно, это самый глубокий инстинкт. Это как форма видения. Только это... Только это не встроенное. Это не специфическое чувство. Смысл говорит вам, когда вы в правильном месте. Правильное место между хаосом и порядком. И это реальные места. Ваши полушария... Ваше правое полушарие, грубо говоря, эволюционировало, чтобы разбираться с тем, что вы не понимаете. Это хаос. А левое — чтобы разбираться с тем, что вы понимаете. Вы не можете оставаться с тем, что вы понимаете, потому что вы уже понимаете это. И вы не можете оставаться с тем, что вы не понимаете, потому что тогда вы потеряны. Вам нужно быть посередине между этими двумя. И вы можете сказать, когда вы посередине, потому что все становится на свои места. Вы чувствуете, что то, что вы делаете, значимо. Это то, чему вы следуете. Выгода. Вы делаете то, что снимет вас с крючка как можно быстрее. На протяжении времени это не работает. Это тянет вас вниз. Потому что вы жертвуете будущим ради настоящего. Смысл не делает это. Смысл говорит, я там, где я должен быть. И вы не можете понять, почему. Просто все правильно. Вы получаете это физиологическое чувство. Правильное место, правильное время, правильный разговор. И это обычно разговор, когда вы оба пытаетесь расширить то, как вы смотрите на мир. Вы следуете этому значимому пути. Это ваша поддержка против трагедии, которая производит ненависть и зло. Смысл — это антидот от этого. Это фундаментальная религиозная правда. Это действительно правда. Вот что в этом. Жизнь — это страдания. Это правда. Есть зло — это правда. Смысл — это антидот от этого. Да. И это не хрупкий эпифеномен. Это самое глубокое, что есть. Людям нужно это знать. Очень важно это знать. Есть чувство, связанное с этим. Физиологическое чувство, как ты говоришь. Я чувствую это. Мне повезло, как интервьюеру. Иногда я беру интервью, и я не чувствую это. Но это есть в лучших интервью, которые я провожу. И в том, что мы сделали здесь. Когда я слушаю кого-то, я вижу, что они знают, о чём они говорят. Они верят в то, что они говорят. Я чувствую себя по-другому. Я чувствую себя... Даже когда я просто смотрю на тебя, не в эту конкретную секунду. Были моменты, когда это просто... Это не туман или что-то такое. Цвета стают немного тусклее. И вы чувствуете что-то сильное. Это интересно. Потому что для меня... Я делаю это шоу по одной причине. Я хотел что-то такое. То, что я не видел. Где люди проводят разговоры, наполненные смыслом. Где люди выражают идеи и всё это. Я начал делать это. Теперь люди приходят ко мне и говорят. Дружище, то, что ты делаешь, имеет огромный смысл для меня. Это очень сильно. И люди говорят, смысл нереален. Нет, это неправильно. Это самое реальное. Может быть, даже реальные страдания и зла. Это возможно. Я думаю об этом практически. Это не метафизическое предположение. И вы чувствуете это. Вы чувствуете это внутри вашего тела. Это не просто что-то психическое. Это не мысль. Это место. Потому что мы находимся во времени и пространстве. И место... Это место трёхмерное. Но это также и время. И когда место и время правильно организованы, вы в правильном месте. Ваш мозг говорит вам это. Жизнь говорит вам это. Да, ты всё правильно сделал. Это разрушится, потому что вы не будете там всё время. Это быстро проходит. Это часть жизни. Например, вы идёте смотреть хороший фильм. Вы в правильном месте в правильное время. Вы вовлечены. Вы полностью вовлечены в это. Потому что... Нет другого способа сказать это. Вы в правильном месте в правильное время. Смысл сигнализирует это. Цель глубокого религиозного размышления, в каком-то смысле... В глубоком смысле. Глубокого философского размышления. Это научиться, как быть в правильном месте в правильное время. Всё время. Вы не можете, потому что вы не идеальны. Но вы можете быть там больше, чем вы есть. И вы можете практиковать это. Вы практикуете это, когда вы внимательны. Когда вы наблюдаете за собой во время дня, как будто вы не знаете, кто вы, или вы не знаете, что вы делаете. И вы замечаете. Я слушал музыку. У меня был этот разговор. Я делал это. Тогда я был там. Десять минут. Почему? Я делал что-то правильно. Я не знаю, что это. Или я не делал что-то неправильно. У меня был небольшой момент просвещения. Хорошо, мне нужно понять, как быть там чаще. Есть строка в Евангелии от Фомы, которую открыли в 1957. Там написано, «Царство Божие распространено перед глазами людей, но люди не видят его. Примерно так». Это то, к чему она относится. Есть времена, когда вы в правильном месте в правильное время. И затем вы там, где вы должны быть. Вы не замечаете это. Вы не говорите, «Послушай, в этом есть что-то правильное. Я должен понять, как это делать больше». Потому что это вытягивает вас из этого незамедлительно. Поэтому это так сложно. И вы не научены замечать это. Потому что мы об этом не говорим. Вы в правильном месте в правильное время. Хорошо. Почему? Что я сделал правильно? Мне нужно делать это больше. Возможно, это только полчаса в неделю, когда вы впервые начали это замечать. И затем, через три месяца практики, вы достигаете часа в день. И затем четырех часов в день. И Бог только знает, куда вы можете попасть, если вы будете продолжать это практиковать. Вы можете быть там... Мы не знаем границы этого. Когда вы на концерте, где музыка действительно заводит, группа просто... Сейчас группы просто на одной волне. И вы чувствуете, как это возникает. Концерт переходит от хорошего к замечательному. И все зрители поддерживают это. Они двигаются под один ритм. И вы ощущаете это сильное чувство, что все находится на одной линии в правильном месте. Да. Поэтому люди ходят на концерты. Потому что у них появляется шанс, что это произойдет. Это видение, какой жизнь может быть. Затем вы идете домой, и все снова фрагментировано. Но хотя бы на минуту все было в гармонии. Это то, что вы пытаетесь сделать. Вы пытаетесь поставить в гармонию все уровни жизни. Как в музыке. Как в симфонии. Поэтому людям нравятся симфонии. Все становится на свое место. И затем вы там. На это вы должны целиться. Можно привести баскетбольную метафору. Это то, когда игроки говорят «быть в зоне». Когда вы просто бросаете, и вы не думаете, вы забрасываете мяч и даже не понимаете. И часто, когда они говорят после игры, они даже не осознавали, что это было на протяжении 7 минут. Время искажается. Это дао. О чем дао-асисты говорят. Это зона. Это линия между хаосом и порядком. И быть там — это быть в правильном месте. Поэтому люди смотрят спорт. Часть этого — это состязание и победа. И это все хорошо. Но что действительно серьезно, это те моменты, когда вы в зоне с игроками. Потому что они выражают в действии, как это быть в зоне. И всем это нравится. Видич в «Гарри Поттере» там происходят две игры одновременно. Есть обычная игра. Это просто игра. Есть игра ловца. И ловец гонится за этой золотой штукой, которая моргает перед ним. Если они поймают это, они побеждают. И команда побеждает. Она поняла это абсолютно правильно. Эта маленькая штука, снич, за которой все гоняются, это древний алхимический символ союза хаоса и порядка. Я не знаю, как она это поняла. Это называется «период хаоса». Это очень малоизвестно. Если вы поищите в гугле, единственная отсылка к периоду хаоса находится на моем сайте. Я понял это, читая Юнга. Я не знаю, как она это поняла. Ловец ищет эту вещь, которая летает перед ним и двигается везде. Это Меркурий, посланник богов. Вы преследуете это, и вы ловите это, и все побеждают. Да, это смысл. Восьмое правило. Говорите правду или хотя бы не лгите. Это тема всего того, о чем мы говорили. Говорить правду сложно, потому что вам нужно знать правду. Это сложно. Но вы знаете, когда вы врете. Иногда вы не знаете, потому что, что вы можете знать. Но иногда вы знаете. Вы чувствуете это. Это несоответствие смыслу. Вы знаете, вы видите это часто с очень странными людьми. Они говорят что-то грандиозное, и это просто не происходит, и всем немного стыдно, включая их. Если бы они были внимательны, они бы заметили, что это оторвало их и сделало их слабыми. И затем они бы не говорили это. В этом дело. Ложь делает вас слабым, и вы можете чувствовать это. Это противоположность смысла, потому что смысл связан с правдой. Если вы врете, вы на противоположном полюсе этого. Это ложь. Это делает вас слабым. Вы думаете, «Я совру, и мне сойдет это с рук». Нет, не сойдет. Вам не сойдет с рук нарушение структуры бытия. Поэтому приходит высокомерие. Я могу врать, и мне все сойдет с рук. Я вижу. Вот твоя теория. Есть реальность вокруг нас, которую вы совсем не понимаете. И вас не так уж и много. Есть много реальности. Вы сделаете что-то, что не в гармонии с ней. И это сработает. Это ваша теория? Попробуй, дружище. Это серьезный нарциссизм. И мы все делали это до какой-то степени. По крайней мере, в какой-то момент нашей жизни. Мы думаем, что мы можем управлять всем. Частично это так. Вам может сойти это с рук на короткий период времени? Вы думаете, мне сошло это с рук пока что? Да. Это как смешная фраза в Симпсонах. Барт подходит к Гомеру и говорит, «Папа, это худший день моей жизни». Гомер говорит, «Самый худший день пока что, Барт». Это пока что самый худший день, Барт. Это шоу, оно бьет в самую точку. Те 10 лет между 4 и 12 или 8 сезонами просто идеально. Девятое правило. Предполагайте, что человек, которого вы слушаете, может знать что-то, чего вы не знаете. Я сейчас немного это переживаю. Да, в этом весь хороший разговор. Что вам нужно? Вам нужно вступить в разговор, чтобы вы вышли из него мудрее, чем вы вошли. Лучший пример, когда вы спорите со своим интимным партнером, вам захочется одержать победу. И затем, особенно если вы злитесь, потому что гнев хочет победы, затем вам надо подумать, «Хорошо, нам лучше понять, что здесь значит победа». Допустим, вы лучше разговариваете, чем ваш партнер, и вы более коварный. Вы можете победить. Это не значит, что вы правы. Это большая проблема. Выиграть, когда вы не правы, это плохая идея, потому что затем вы думаете, что вы правы, а вы нет. Возможно, человек может видеть то, что вы не видите, но не может это описать. Вы должны послушать, потому что есть вероятность, что они пытаются вам сказать, как не удариться головой о кирпичную стену. Есть вероятность этого. Возможно, вам нужно позволить им сформулировать. Я не совсем понимаю, что ты говоришь. Я не понимаю, почему ты нервничаешь. Я не понимаю, что ты хочешь, чтобы я сделал, чтобы изменить это. Давай разберемся. И затем я подумаю об этом. Возможно, ты прав. Я посмотрю, возможно, ты прав. Я не уйду, потому что, скорее всего, ты не прав. Я не изменюсь, если меня не убедить. Но я буду слушать, потому что я не хочу биться головой о кирпичную стену, если мне не нужно. Это идея разговора. И поэтому вы должны слушать своих врагов, потому что ваши враги скажут вам. Они скажут вам много лжи о вас. Это не очень хорошо. Возможно, вы запутаетесь. Но иногда ваши враги могут сказать вам то, что ваши друзья вам не скажут. Вы думаете, «Они сказали обо мне 90 вещей, которые были неправдой, и две, которые были правдой». Вы разделяете это и думаете, «Хорошо». Может, я был немного грубым. Я просил людей наблюдать за моими появлениями на публике. Они наблюдали и помогали мне не совершать ошибки. Тогда они звонили мне, мои друзья. Они говорили мне, «Знаешь, ты был там немного высокомерным, немного грубым там. Ты лучше, когда ты не такой злой. Ты лучше, когда ты шутишь. И я слушаю, потому что мне лучше, если я не совершу ошибку, потому что ошибки могут быть фатальными. Скажите мне, я не хочу слышать это, особенно если это серьезная ошибка. Тогда мне нужно разобрать всего себя, а это не весело. И, возможно, какой-то моей части придется сгореть. Это тоже не весело. Слушать. Очевидно, ты хорош в этом, потому что иначе тебя бы это не интересовало, и твое шоу не было бы популярным. Ты делаешь это, очевидно. Каким-то образом одно я делаю правильно. Мне это нравится. Я думаю, что это то, что ты делаешь. Будьте точны в своей речи. В книге Бытия, первое, что Бог говорит, сделать Адаму, Бог создает мир, говоря. Это первое, о чем стоит подумать. Нам нужно об этом очень хорошо подумать. Есть идея, что есть внутренняя связь между общением и структурой бытия. Это часть роли, которая сознание играет в мире, какая бы роль ни была. Язык берет хаос и делает из него что-то. Бог говорит Адаму придумать названия животным. Они даже не такие реальные, пока у них нет названия. Они не явные. Вот пример. Скажем, у вас сложный период в отношениях. Вы не знаете, почему. Это сложно назвать. Это реально? Да. Это показывается в физиологическом дискомфорте. Тогда вы говорите об этом, и вы называете это. Это переходит от этого размытого потенциала, и затем это вот такое. Это ужасно. Это маленькая ядовитая таблетка. Но это не туманное облако потенциального яда. Это что-то маленькое ядовитое. Затем вы думаете, хорошо. Оно реально. Это маленький монстр. Но он хотя бы маленький. И возможно, мы можем с ним что-то сделать, если мы признаем его. Это уточнение, которое специфицирует. Это эффект Волдеморта. Ты фанат Гарри Поттера. Они не называют его имя. Да. Вы должны назвать его сначала. Да, сначала нужно назвать. Абсолютно. Потому что безымянное намного больше устрашает, чем то, у чего есть имя. Был фильм «Ведьма из Блэр». Страшный фильм. Блестящий. Там безымянное. Ничего ужасного не происходит во всем фильме. Все неизвестно. Что происходит, что происходит. Неважно, насколько ужасная действительность. Она не настолько ужасная, как ваше воображение. Потому что ваше воображение — это старая штука. Она видела много ужасных вещей в истории жизни. Она может поставить чудовищ везде. Практически всегда лучше. Без исключений. Называть вещи своими именами. Какими бы ужасными они ни были. Если вы не можете их назвать, это значит, что вы говорите себе, что вы настолько боитесь, что вы не можете обратить на это свое внимание, чтобы решить это. Это делает вас неудачником. Мгновенно. Если вы в таком ужасе, что вы не можете стать лицом к этому, оно победило. Интересно, потому что в политическом смысле, я думаю, что много людей, которые слушают или думают, что не очень хорошо, что левые сделали с радикальным исламом, когда они отказываются говорить об этом, называть это. Тогда приходит Трамп, и он называет это, и он герой. Но все, что вам нужно было сделать, вы даже не можете назвать слово, как мы тогда будем решать проблему. Все, что угрожает именно такое. Скажем, что мы хотим конкретизировать, что-то, что угрожает. Вам не нужно быть предвзятым по отношению ко всей группе людей. Да, но у идей есть последствия. Есть религиозный конфликт. Есть терроризм. Хорошо, что мы делаем с этим. Вы решаете это во время глупого разговора об этом. Вы совершаете все возможные ошибки. Вы можете даже совершить расистскую ошибку. Что это? Как мы можем разобраться с этим? Как мы должны узнать, что это такое? Вы не можете об этом говорить, потому что это плохо. Это не так плохо, как то, что вы придумываете, если вы не будете говорить об этом. Это сам дьявол. Так мы демонизируем людей. Самый худший способ демонизировать людей — это не иметь возможности сказать что-либо о них, потому что Бог только знает. Их невозможно описать. Нет лучшего синонима к тому, что приводит в ужас, чем то, что невозможно описать. Что ты сделал, невозможно описать. Нет. Вам нужно вынести все из этой области. Поэтому я сторонник свободы слова. Отчасти. Вынести все из этой области, которую невозможно описать. Это также прямая атака на интеллект, не так ли? Это прямая атака. Если вы не можете говорить о чем-то, это хуже. Это кладет ваш мозг в коробку, очень маленькую. Это хуже. Это глубже, чем интеллект. Это атака на какую бы роль не имела сознание в жизни. Это не только интеллект. Это поверхностно. Не то чтобы это не важно. Вы не можете даже принимать участие в этом. Вы не можете извлечь это из хаоса. Это значит, что вы не можете участвовать в процессе создания. Это настолько глубоко. Нехорошо. Свобода слова — это поклонение логос во многих смыслах. Это очень глубокая идея нашей культуры. Самая глубокая идея нашей культуры — логос создает. То, что оно делает, это хорошо. Это Бог в начале времен. Он говорит. Он создает вещи, как следствие логос. Он говорит, это хорошо. Вот в чем идея. Извлечь что-то из мрака — это хорошо. Не играйтесь с этим. Разве что вам нужен мрак. Не играйтесь с этим. Это самый святой принцип западной цивилизации. Не только западной. Долосисты знают это также. Там есть много всего. Осталось еще два. Одиннадцатое правило. Не беспокойте детей, которые катаются на скейтборде. Это очень конкретное правило. Да. Это эссе о мужественности в основном. Я наблюдал за детьми, которые катались на скейтборде на улице Святого Джорджа, что круто, потому что Георгий Победоносец — это убийца драконов. И на этой улице я работаю, что довольно забавно. Эти дети — это подростки. У нас есть эти длинные поручни возле ступенек, и они съезжали по ним на скейтбордах. Это сумасшествие. Эти поручни, они цельные. Там есть гайки. Вам лучше не падать на это. Наверное, вы много слышали криков от переломов костей. О, да. Большинство из них были... У них не было много защиты. И университет, в конце концов, установил эти штуки, чтобы они прекратили. О чем я жалуюсь в этой главе по многим причинам. Мне нравилось наблюдать за ними. Мне нравилось, когда скейтбордисты делали эти сумасшедшие трюки, потому что они пытаются стать компетентными. Они встречают опасность. Им не нужна защита. Иногда это просто глупость. Надень чертов шлем. Но иногда... Нет, я не хочу надевать шлем. Я хочу раскрыться перед опасностью. Я не глупый. Возможно, ты глупый. Или просто беззаботный. Но, возможно, это не так. Нет. Я встречаю опасность. Я пытаюсь освоить это. Если вы смотрите, как дети съезжают по поручням, если вы не думаете, что это смело, и, возможно, глупо, эти два понятия не так просто разделить, но это смело. И когда они делают это, это невероятно. Невозможно это сделать. Вы прыгаете в воздух, вы подхватываете скейтборд, вы балансируете на этом чертовом поручне, вы проезжаете 10 метров. Цена ошибки — вы делаете шпагат на поручне. Это не весело. Лучше головой удариться. Это не весело. Это плохо. Это может изменить вашу мужественность в один миг. Детей часто прогоняют. Подождите. Они практикуют, каково это быть смелым. Они осваивают что-то перед лицом опасности. Много мятежного поведения молодых мужчин, в частности, что совсем ограничивается в школах. Это токсическая мужественность. Это противная фраза. Оставьте этих чертовых детей в покое. Еще одно, что я упоминал в главе. 10 лет назад в Торонто они изменили правила страхования детских площадок. Родители сдавали деньги на эти детские площадки. С ними все было нормально. Они все их убрали. Во всем городе. За две недели до начала учебного года не было ничего, кроме грязи и гальки. Они не были достаточно мягкие или удобные. Они были слишком небезопасные. Кто знает. С ними все было нормально. Затем я видел детей на крыше школ. Потому что им нужна какая-то опасность. И мы знаем, что дети на площадках толкают себя на грань своих возможностей. Вы это видите, когда вы смотрите спорт, как гимнастика. Вы думаете... Вы смотрите гимнастику. Гимнастка выполняет программу безупречно. Все аплодируют. Судьи ставят 9,9. И затем следующая гимнастка выходит. Ей конец. 9,9 — это практически идеально. Как можно сделать что-то лучше, чем идеально? И затем они делают это. И вы можете сделать что-то лучше, чем идеально. Потому что люди могут быть на грани. Вы видите это. Вы чувствуете это в теле, потому что вы имитируете это физиологически. Вы видите, что то, что они делают в нескольких сантиметрах от хаоса, они на грани своих возможностей. И все сидят вот так. Потому что с каждым их движением они настолько близко к совершению ошибки. Они делают этот смелый шаг за их компетенцию и ставят на это все. И когда они заканчивают, они заканчивают не идеально. Это лучше, чем идеально. И все немедленно встают, и у вас мурашки по коже. И волосы стают дыбом. Это такое же чувство, когда мышь смотрит на волка. Мышь съеживается. Восхищение. То, что вы увидели, вызывает восхищение. Потому что вы увидели, как кто-то мужественно превзошел идеал и вошел в неизвестное. И не только облагородил себя, но и само человечество. И все встают. Да. И затем все ставят десятки. Она побеждает. Все знают, каково это. Это как замечательный музыкальный номер. Это когда вы вместе, когда все становится на свое место. Это лучше, чем идеально. Лучше, чем идеально. Я не знаю, как мы закончим это. И это. Я люблю собак. Ты знаком с моей собакой? Погладьте кота, если вы встретите его на улице. Смешно, что ты сказал, что ты любишь собак. Потому что в первых трех страницах главы я извиняюсь за то, что я не написал и собак. У меня есть собака. Я начал, говоря немного о собаках. Это немного автобиографическая глава. Я говорил о своей дочери, и она проверяла главу и помогала мне написать ее. Потому что я писал о трагедии, о боли, о боли и заботы о ком-то, особенно о детях. И что вам нужно делать, когда вы в ситуации, когда происходят трагические вещи прямо перед вами, и вы бессильны перед ними. вы должны замечать маленькие возможности, спасительные элементы жизни, которые сами показываются. Я говорил немного о этой кошке, которая живет через улицу по имени Джинджер. Это сиамская кошка, очень дружелюбная. Она подружилась с нашим псом, просто отказалась бояться. Она подошла, он начал как бы рычать, она упала и начала его трогать лапкой. Они сразу стали друзьями. И кошка просто приходила. Погладьте ее и порадуйтесь этому минуту. Когда дела идут нехорошо, и все сложно, у вас будут эти маленькие моменты, когда маленькие возможности все еще появляются. Вам нужно их не упустить. Глава об этом. О том, как справиться, когда всего слишком много. И там есть практические советы. Одно из того, что вы должны делать, когда все быстро катится в ад, вам нужно уменьшить ваш временный горизонт. Вы думаете, «Я планирую на три месяца вперед». Нет, если вы в огне. Вы планируете на следующие две секунды. Если все очень плохо в вашей жизни, кто-то рядом с вами страдает, и у вас слишком много проблем, вы сужаете свои временные рамки до одного дня, или часа, или минуты. Хорошо, следующая минута должна быть как можно лучше. Так бывает, когда кто-то на грани смерти. Вы сокращаете время, пока вы можете с этим справиться. В этом временном промежутке уже есть все. Больше вы не выдержите. Так вы подстраиваетесь под катастрофу, и вы пытаетесь стоять на ногах, реагировать во время этих периодов. Это дискуссия о том, как вы перенастраиваете ваше восприятие, когда вокруг слишком много боли и проблем в вашей жизни. Это очень положительная глава, хотя она помогает разобраться с тяжелыми вещами. Это была самая эмоциональная глава, которую я написал, и у моей дочери дела довольно хорошо. Она поняла, что было не так с ней в удивительном путешествии, которое состояло из заботы и концентрации. Я не могу поверить, что она поняла это. Это хорошая глава. Это напоминание искать что-то значимое и что-то поддерживающее вашу душу, даже если вы не в состоянии это делать. Послушай, я могу продолжать это 10 часов. Для меня это не будет проблемой. Мы уйдем на перерыв 60 секунд. Будем отвечать на вопросы зрителей. Ты не устал? Нет. Сделаем это. Мы можем закончить это с джинном. Я думаю, что я подожду до вечера, когда мы пойдем гулять. Я тоже. Ты дисциплинированный человек. Нет, это больше террор. Это хорошая граница между дисциплиной и террором. Дисциплина — это иногда страх перед тем, чтобы сделать что-то правильно. Потому что я в этом убежден. Всюду есть что-то, о чем стоит беспокоиться. И вам нужно беспокоиться о необходимом. Если вы придумываете последствия вашего неправильного поведения, если вы по-настоящему их продумываете, тогда ваш страх толкает вас вперед, вместо того, чтобы быть перед вами и останавливать вас. Это неудачный момент говорить тебе, что это был джинн. Ребята, 60 секунд. Мы вернемся. Ладно, я думаю, что это было 69 секунд. 71. Все хуже и хуже. Видишь, что ты делаешь здесь со мной? Хорошо, Питерсон. Сначала супер-чат. Кто-то пожертвовал 6 долларов. Это кофе для нас обоих. Мы выпьем его утром. И еще несколько пожеланий. Питерсон, вы настоящий герой. Профессор, никогда не останавливайтесь. Ты не намерен останавливаться. Тебе даже не нужно отвечать на это. Если мое здоровье выдержит, я буду все это продолжать. Доктор Питерсон, это с Патреона. Вы можете посоветовать хорошее исследование по связи между типом личности и политическими взглядами? Какая модель типов личности самая надежная в этом контексте? Большая пятерка. Экстраверсия, нейротизм, доброжелательность, добросовестность, открытость. Либералы открытые и низкие в добросовестности. Консерваторы высокие в добросовестности и низкие в открытости. Открытость — это область творчества. Либералы предприимчивые и креативные. Консерваторы старательные и хороши в реализации. Поэтому ниши характера существуют. Если вы поищите в интернете большая пятерка политические предпочтения, вы найдете статьи сразу. Я никогда не слышал, чтобы ты говорил о себе в политическом контексте. Мне кажется, что ты классический либерал. Был смешной момент во время ответа на вопросы, когда мы говорили о разнице между левыми и либералами. Ты говорил, либералы не были хороши в этом, но я стараюсь. Я стараюсь помочь людям. Либералы, радикальные левые, описывают как правых. Я немного смешанный, потому что я очень высокий в открытости. Это лучшие показатели либерализма. Но я также высокий в добросовестности. Я как бы на две стороны в каком-то смысле. И я консервативен в смысле, что я традиционалист. Не из-за моего характера. Я не думаю консервативно. Я дикий мыслитель. Это не сходится с тем, чтобы быть консервативным. Патреон. Доктор Питерсон, мы с мужем ожидаем нашего первого ребенка. Что вы думаете о декретном отпуске для матерей? Должны ли мамы оставаться с ребенком дольше, чем позволяет декрет? Даже если она зарабатывает больше в семье, чем муж. В интересах здорового психологического развития. Это интересный поворот, когда речь идет о заработке. Потому что я думаю, что я знаю твой ответ. Первый вопрос. Чье психологическое развитие? Мамам тяжелее оставить ребенка и вернуться на работу, чем они думают. Это очень тяжело. Вы также можете думать до какой-то степени. И это спекуляция. Как защитный механизм. Вам не нужно отдалять себя от близких отношений со своим ребенком, чтобы смягчить удар и вернуться на работу. Потому что вам нужно любить своего ребенка. Это очень влияет на женщин. Это большое изменение. Это довольно сильно управляется гормонами. Дети огромное количество ответственности и проблем. Потому что они ничего не могут делать. И вам нужно сильно их любить, чтобы ухаживать за ними. И затем это разрывает вашу душу на две части очень рано. Это личное решение. И это также зависит до какой-то степени, насколько ваш партнер способен к опеке. Некоторые женщины не очень заботливые. Это вопрос характера. Некоторые мужчины более заботливые, чем другие. Если ваш партнер способен на эту материнскую заботу о ребенке, дети полностью способны на формирование множественных связей с людьми. Что и мне нравится, это разрыв главной связи. Потому что человек, с которым ребенок связан, это целый мир для ребенка. Когда этот человек уходит, весь его мир уходит. У них могут быть множественные связи. Отец может развить очень близкие отношения. Он может взять на себя все роли. Хотя я бы сказал, в моем личном опыте, очень редко мужчинам сложно ухаживать за детьми в первый год. Они просто не умеют. Они могут это сделать. Но это не просто. Это не встроено в нас. Мы обсуждали это. У них также нет груди. Что, как оказалось, является проблемой. Потому что кормление грудью имеет значение. И с этим много связано. Вы думаете, что это только питание. Это еще и кожный контакт. Это взгляд. Это ритм. Это начало построения отношений. Это не значит, что вы не можете успешно кормить из бутылочки. Но кормление грудью способствует развитию IQ. Это тоже стоит знать. Потому что это имеет значение. Я спрашивал у тебя несколько недель назад. Я говорил о том, как ты говоришь об этом с точки зрения мужчин и женщин. И говорил, как ты знаешь, я гей, я женат. Мой муж намного лучше в воспитании детей, чем я. И была понятна твоя позиция, что не обязательно должны быть мужчина и женщина. Ты говорил о чертах мужчин и женщин. Иногда есть очень женственные нормальные мужчины. Есть мужественные женщины, которые также нормальны. Я думаю, что это стоит упомянуть, потому что люди обвиняют тебя иногда в том, что ты против геев или что-то подобное. Есть различия между мужчинами и женщинами. Женщины выше в негативных эмоциях. И они выше в доброжелательности. И разница не маленькая. Но разница между мужчинами и между женщинами выше, чем между группами. Это правда почти с каждой группой. Могут быть значительные различия, где все еще есть индивидуальные вариации. Вы не можете хорошо классифицировать человека только по его полу. С доброжелательностью разница такая. Если случайно выбрать мужчину и женщину из популяции, и вы поспорите, кто из них более доброжелательный, если вы скажете, что это женщина, вы будете правы в 60% случаев. Это значительная разница. Но вы ошибаетесь в 40% случаев. Вот проблема. Люди, которые критикуют Джеймса Дюмора, например, они не понимают это. И они не понимают со своими аргументами в пользу разнообразия. Я ненавижу эти аргументы. Разнообразие рас и пола способствует разнообразию мнений. У вас не может быть два этих убеждения одновременно. Это вообще-то предрассудки. Это вообще-то неверно. Потому что внутри групп намного больше различий, чем между ними. Иначе... Я даже не хочу это начинать. Это так неправильно. Это практически неправильно. Это не вопрос политического мнения. Это неверно. Между людьми больше различий внутри групп людей, чем между ними. Иначе мы бы не могли даже общаться. Мне нравится страсть, с которой ты говоришь это. Потому что вот почему мы знаем, что социальная справедливость и разнообразие, и весь этот бред вступит в прямой конфликт с биологией. Поэтому ты не одобряешь это, потому что ты понимаешь биологию. Это уже находится в конфликте с биологией. Я бы не сказал, что это теории. Никто не был рад этим открытиям. Это сложные статистические, агностические утверждения. Никто не знал, что когда скандинавцы сделают общество более равными, то разница в характерах между мужчинами и женщинами станет больше. Никто так не думал. Никто это не предсказывал. Никто не был этому рад. Так просто произошло. В этом нет ничего политического. Как раз наоборот. Потому что большинство людей, которые открыли это, если бы вы спросили их, какие были их предпочтения, потому что они были больше либералы, они бы предсказали, если бы вы сделали общество более равными, мужчины и женщины стали бы больше похожи друг на друга. Очевидно. И да, это было бы хорошо. Очевидно или нет, но это ошибочное утверждение. И это достоверно, потому что люди, которые открыли это, они хотели бы это. Они не были консерваторами. Они не говорили, мы должны поддержать разницу между мужчинами и женщинами. А потом, господи, это произошло. Нам лучше повторить это, потому что это маловероятно. У людей много времени ушло, чтобы понять, как это может быть. Ответ был, мужчины и женщины различаются в двух областях, по окружению и генетически. Если вы заберете все различия из окружения, у вас останутся генетические различия. Они максимизируются. Это логично. Мы так не думали. Мы бы не догадались. Но как по-другому это может быть? Могло бы не быть генетических различий. Тот факт, что у женщин есть кормящая грудь, а у мужчин нет, это генетическое различие. Разжигание ненависти постоянно тебя преследует. Это постоянно. Это отличный вопрос. Дэйв, желаю вам с Джорданом всего наилучшего. За что вас сейчас больше всего критикуют и как каждый из вас на это реагирует? Давай ты первый. Какие у меня недостатки? Я много говорю. Это первое. Особенно если я на интервью или на дискуссии. Я раздражительный и я злюсь. Это не оптимально. У меня было много дискуссий с людьми, и я лучше, когда я спокоен и собран и дружелюбен. Я использую гнев. Это глубоко внедрено в меня. Я использую это, чтобы перебороть страх. Это то, что делает гнев, кстати, потому что это подавляет область страха. Но у меня нет правильного баланса. Я забываю. Я беру на себя больше, чем я могу справиться. Это открытость. Меня интересует все. Если я здоров, я могу делать много. Я могу делать много. Но я не оставляю возможности ошибки. Если меня немного подводит здоровье, потому что у меня все зависает. Я, вероятно, работаю больше, чем я должен, и это сказывается на моей жене. Это было особенно сильно в последние годы. Примерно так. Я склонен к... И так было всю мою жизнь. Я люблю алкоголь. Я должен быть с этим осторожен, и так и есть. Я знаю, что так и есть. Но это соблазн. Этого пока что хватит. Для меня вопрос был о недостатках. Меня много критикуют. Самая большая критика была, и это от меньшинства, но я все равно получаю это. Люди хотят, чтобы я был жестче со своими гостями. Они хотят, чтобы я был более агрессивен или больше ссорился с людьми. Во-первых, это для меня неестественно. Это также не мой подход к интервью. Это была критика моего друга и наставника Ларри Кинга. Его также за это критиковали. Я думаю, что сидеть напротив кого-либо, слушать их, задавать правильные сопутствующие вопросы, понимать то, как они думают, и знать, какой следующий вопрос будет хорошим, я думаю, это тактика эффективнее, чем давление. Это то, что я слышу. И как я часто говорю на прямых эфирах, возможно, если я посмотрю на пять лет назад, я занимаюсь этим десять лет, я могу посмотреть и сказать, я мог бы сделать то и это. Я не идеален, я хочу меняться. И я надеюсь, что я буду лучше через пять лет. Ты можешь попасть в неприятности, как Фейт Голди, которая работала на Rebel Media. Она очень доброжелательная. Она сильная, но она доброжелательная. И она поехала поговорить с белыми расистами. И она оправдывала это тем, что она журналистка. Это было в Шарлоттсвилле. Она сфотографировала их автомобиль. У нее были все причины думать, что быть там как журналистки — это нормально. Но затем она попала на это радикально правое шоу, и она была слишком доброжелательной. Она шутила и смеялась, и проводила интервью в манере, которую ты описал. Ее за это разорвали, потому что идея была такой. В такой ситуации у нее была этическая ответственность быть жесткой и задавать острые вопросы. Я думаю, в основном это был вопрос характера, и из-за этого она попала в неприятности. В этом есть некоторая легитимность. Если бы ты был белым расистом, конечно, я бы задавал вопросы по-другому. Я бы пытался понять твои мотивы по-другому. Это сложнее, чем люди думают, потому что если вы встречаете самого дьявола, он больше похож на вас, чем вы думаете. Если вы вежливы, и ты вежливый, и у тебя хорошие манеры, не очень просто наброситься на кого-то, потому что большинство из них очень сильно похоже на тебя. Это не просто выйти и напасть на кого-то, особенно если вы относительно сострадательный человек. Иногда это очевидно необходимо, особенно если ты журналист. Я думаю, людям в Твиттере это делать легче. Это как сигналить, будучи под защитой лобового стекла. Это просто. Мы вернемся к Патреону. Доктор Питерсон, мне 33, и я живу в дорогой Южной Калифорнии с тремя детьми. Что вы посоветуете для равновесия между тем, чтобы быть дома с детьми, и обязанностями, которые связаны с доходами? Здесь есть еще кое-что, но мы уже ответили на эту часть. Вот еще что интересно. Как вся эта личная ответственность и дети, это все связано с экономикой. О чем вам нужно думать, когда у вас есть дети, особенно маленькие дети, это очень важно, вам нужно понять это. Когда у вас родился ребенок, вы не можете в это поверить. Вы не можете поверить, что вы поймете, что вы будете делать с ним. Это самое сложное, что у вас когда-либо было, и никто не помогал вам понять, что с этим делать. Вы застряли. И затем, через три месяца, вы не можете представить себе жизнь без этого ребенка. И затем это длится вечно. Так это чувствуется. Но так не будет. У вас есть маленькие дети четыре года. И если вы это пропустили, то все. Вы должны понимать это. Много всего в жизни у вас будет возможность сделать один раз. Конечно, вы можете иметь больше одного ребенка. Все, что я говорю, этот период от одного до четырех лет, до четырех или пяти лет. В этом периоде есть что-то, что... Это как высший опыт в жизни. И у вас длинная жизнь. Вы думаете, что это будет длиться долго. Нет, не так уж и долго. Четыре года очень быстро пролетят. Если вы пропустите их, поезд ушел. Вы пропустите это, и это не вернется. Я знаю, что с карьерой вы теряете возможности, и вы отстаете. Это происходит часто с женщинами. Частично из-за этого есть разница в зарплате. Для женщин это тяжело. Хотя никто не знает, что делать с этим. Я бы также сказал, вам нужно говорить друг с другом и пытаться минимизировать ваши финансовые затраты до возможной степени. И посмотрите, возможно, у вас есть другие пути для дохода. Придите к разумному решению и постарайтесь не мучать себя виной, что бы вы ни придумали. Но помните, у вас есть финансовая ответственность. Часто вам нужно два источника дохода. Нет легкого пути этого решения. Женщинам часто кажется, что бы они ни делали, это неправильно. Они остаются дома с детьми, это неправильно. Если они идут на работу, это неправильно. Они делают и то, и то, это неправильно. Я не умничаю. Это тяжело. Но сказав это, я бы сказал снова, маленькие дети у вас будут четыре года. Не пропустите это. Вы будете жалеть. Мы попробуем пройтись быстро по коротким вопросам и затем перейдем к большим. Вы не думали об обучении творческому писательству? Нет. Я не эксперт в этом. Также суперчат. Георгий Победоносец, убийца драконов, очищает наш путь к отцу, которым мы однажды стремимся стать. Спасибо, доктор Питерсон. Это мило. Еще один. Джордан, спасибо за то, что вы делитесь своей мудростью. Ваши лекции изменили мою жизнь. Надеюсь, что к лучшему. Здесь дальше только одни похвалы. Привет, Джордан Питерсон. Я думаю, что растет количество анархистов, которые пытаются влиять на общество. Хотел бы знать ваше мнение по этому поводу. Как мы должны бороться с тем, чтобы они не втянули нас в хаос? Они высказывают свое мнение немного в данный момент. Это люди, которые просто хотят избавиться от правительства. Вы не можете избавиться от правительства, потому что правительство — это проявление необходимости группы людей найти компромисс, который касается того, как они будут себя вести. От этого они избавятся. У семьи есть правительство. Если нет, у нее есть негласные правила. Есть ритуал. Если нет правительства, тогда есть ритуал. Но семья становится лучше, если некоторые принципы управления приняты. Чтобы добраться до нужного места, обычно это значит сбалансировать количество конкурирующих сил. И может быть такого... Никакого правительства, и все будет хорошо. Нет, извините, не все так просто. Нет ничего такого простого. Поэтому я не фанат идеологов. У идеологов есть один ответ на все вопросы. Это то же самое, что и не думать. В общем, оказывается, что все очень сложно. И вам нужно все разбирать детально. И затем вам нужно решить маленькую часть проблемы. Это сложно. Все это как чинить военный вертолет. Есть много частей. Вы не понимаете большинство из них. Вы сделаете хуже, если вы не знаете, что вы делаете. Эти движения, анархисты или прогрессивные... Нет. Это слишком сложно. Это интересно, потому что у меня было несколько таких здесь. Интеллектуально мне нравится думать, сколько мы можем убрать из правительства. Но для меня, который думает, что мы должны иметь какое-то правительство, хаос, к которому мы придем, и боль, и, вероятно, кровопролитие, и бог знает что еще, это не стоит попытки. Но мне нравится идея. Необходимо понять, как ограничить рост всего, у чего есть склонность к росту. Я не фанат больших структур. Была идея, особенно в 2008-м, слишком крут для неудачи. Я думал о многих таких похожих выражениях, но это было самой близкой глупости, потому что, по моему мнению, правильная точка зрения на этот счет, это настолько крутое, что оно должно развалиться. Это, кстати, одно из того, что может объединить консерваторов и либералов, консерваторов и левых даже. Левые не любят большие компании. Консерваторы не любят большие правительства. Хорошо. Есть что-то общее в этом. Большое. Это проблема. Я думаю, что частично это является причиной Брексита. Европейское экономическое сообщество было слишком большим. Это значит разделение между гражданинами-управляющим. Между ними столько уровней, что нет никакой связи. Вот что происходит. Это Вавилонская башня. Если она становится настолько большой, это больше не работает. Слишком много правительств. Нет. Слишком большая монополия. Можно увидеть, что происходит с Гуглом и Фейсбуком. Они играют в игры. И Ютуб тоже. Они играют в игры. Интересно, что много консерваторов говорят, что нам нужно их контролировать. И я думаю, нужно ли мне, чтобы правительство говорило этим компаниям, что делать? Иногда. Мне немного сложно с этим. Так и должно быть. С тебя сняли монетизацию. Очень интересно, как похоже это слово на демонизацию. Мне нравится это. Вы не можете сказать «демонетизация без демона». Слишком круто для неудачи. И что они сделали с этим? Они сделали всё ещё больше. Я знаю. Оно слишком большое, чтобы рухнуть. Что мы с этим сделаем? Мы сделаем их ещё больше. Это не звучит благоразумно. Ещё несколько из суперчата. Джордан, я учусь на магистратуре на физмате. Как мне понять, поступать ли мне на аспирантуру? Как мне понять, хватит ли мне ума и креативности? Интересная вторая часть вопроса. Вам нравится учить? Это было бы неплохо. Вам нравится проводить исследования и писать? Писать очень важно. Если вам не нравится писать, или что эквивалентно в математике, публикация статей, если вам не нравится сидеть и заниматься этим, если вас не переполняют идеи, если вам не нравится учить, уходите, потому что этим оно и является, и в аспирантуре становится труднее, а не проще. Позиции становятся хуже, а не лучше. И существенно. Поэтому нам так хорошо было в Клемсоне, когда мы встречали кого-то, не только студентов, но там были профессора, они были в теме, а не хотели бороться за правильное. Я бы сказал, если вы влюблены в идеи, и преподавание вас вдохновляет, ты именно тот, кто нужен. Но иначе не делайте этого. Это с Патреона. Доктор Питерсон, я относительно новый ассистент профессора физики. Я переживаю не только за себя, но и за студентов и за текущей ситуации в кампусах. Что может физик или астроном добавить в учебный план или в подход к обучению, чего сейчас не хватает в кампусах, чтобы мои студенты могли получать то, чего им не хватает? Я думаю, что с такими дисциплинами вы можете дать людям величие бытия. Есть математический элемент этого и чистый научный элемент. Но великие ученые постоянно поглощены восхищением. Это то, что двигает их вперед. С чем-то таким, как астрономия, это вот у тебя в руках. Я думаю, что это романтическая часть науки. Это наука как призыв и наука как эстетический опыт. Нет никаких причин не воспользоваться этим. Что вам нужно сделать? Вам нужно поделиться своей любовью к дисциплине. Вам нужно смоделировать вашу любовь к дисциплине. Так же, как и преподавание фактов и ритуалов дисциплины. Вы моделируете взаимосвязь с этим набором явлений и идей. Это то, что преподаватель должен делать. Вы там как воплощение практики дисциплины. Вам нужно показать это как часть насыщенной жизни. Вы должны вдохновлять людей делать это. Вы должны хотеть это делать. И это очень важно. Это часть наставничества. Это серьезно. Это интересный вопрос, потому что, когда мы проводили это мероприятие в Клемсоне, это было через институт Айн Рэнд. И они сказали нам, они сказали мне, потому что я разговаривал с организаторами, они сказали, «Делайте, что хотите», потому что они за свободу слова. И пригласили тебя. Они не говорили, что мы можем делать. Хотя тайно они что-то сказали. Вопрос. Мне очень интересно ваше мнение на объективизм и философию Айн Рэнд. Этого я никогда не слышал в ваших лекциях. Классно, что вы снова с Дэйвом. Ты упоминал Айн Рэнд раньше, но ты говорил о ее писательстве. У тебя есть мысли по поводу объективизма или большей философской части этого? Мне нравится их мнение о личной ответственности. Я думаю, что это очень важно. Мне также нравится, хотя это все еще элемент вымысла. Я думаю, она намного сильнее, как писатель, чем философ. Это неплохой комментарий, потому что я не думаю, что философия сложнее писательства. У них свои области. Я не рассматриваю Айн Рэнд как великий ум. Я не думаю, что ее взгляд на вещи достаточно отличающийся и сложный. У нее есть причины быть против коммунизма. Есть много причин быть против коммунизма. Я согласен с ее критикой коллективизма. Мне нравится романтика в книгах. Я получил удовольствие, читая «Атлант расправил плечи». Я прочитал его снова недавно. Я снова получил удовольствие. Но я также не думаю, что это великая литература, потому что она не помещает борьбу между добром и злом внутрь ее персонажей. Это всегда между персонажами, и это ошибка. Даже ваши самые радикальные левые революционеры, в основном не радикальные левые революционеры, они в основном сидят дома и смотрят Сайнфилд. Вы должны показать борьбу внутри. Я не думаю, что она делает хорошую работу с этим. Ее благородные персонажи слишком благородные. Ее подлые персонажи слишком подлые. Это слишком сильно разделяет мир на плохих и хороших. Это утешительно. В этом есть архетипичный элемент также. Но это недостаточно отличающееся или недостаточно сложно. Это интересно, потому что если кто-то из ее поклонников смотрит нас, они были бы рады продолжить этот разговор с тобой публично. Это хорошо. Суперчат. Доктор Питерсон, пожалуйста, вы можете приехать к нам в университет в Англию, и нам нужно, чтобы ваша мудрость распространилась по всей Великобритании. Пожалуйста, рассмотрите возможность тура по Великобритании. Они не сказали нам, какой университет. Я надеюсь побывать во многих местах в следующем году, особенно после выхода книги в конце января. Я надеюсь, что издание будет посылать меня повсюду. Я бы хотел узнать Великобританию получше. И мы думали о том, чтобы сделать что-то вместе. Увидим, сможем ли мы это сделать через некоторое время. Я бы с удовольствием побывал в Великобритании. Я уверен, что это произойдет. Отличный вопрос. Доктор Питерсон, это Патреон. Вы думали о идеократическом сценарии? Например, умные люди заводят мало детей. Глупые люди заводят много детей. Среднее умственное развитие падает между поколениями. Ты видел этот фильм «Идиократия»? Вопрос вкратце такой. Суждено ли нам, чтобы это произошло? Нет, я так не думаю. На будущее ставки не принимаются. В следующие 30 лет все так сильно будет меняться. Все может пойти очень плохо. Северная Корея может взорваться в любой момент. У нас есть проблемы, которые могут быть очень серьезными. Но мы подвергаемся влиянию волны технологической революции. Она сделает то, что уже произошло, просто незначительным. Я даже не знаю, какими будут люди через 100 лет. Я понятия не имею, какими будут люди через 100 лет. Мы будем больше во многих смыслах, если мы не будем жить в руинах. Я не переживаю по поводу будущего, потому что я не знаю, о чем переживать. Правда? Я понял это 20 лет назад. Я не знаю, что следующее произойдет. Это невозможно предсказать. Поэтому также я советую людям сконцентрироваться на той области явлений, на которую они могут прямо повлиять. Потому что ставки не принимаются. Но вероятность того, что мы опустимся в тупость, возможно, мы попадем в дистопию, где нас плохо обслуживают очень надоедливые роботы. Я уверен, что это... Роботы будут как... Знаешь, когда ты звонишь кому-то сейчас. Такими будут роботы. Они почти будут полезными. У меня были надежды, теперь я думаю, что это дистопия. Возможно. Суперчат. Что можно сделать с точки зрения стратегии, чтобы сразиться с движением постмодернистов? Например, что-то как хэштег «Геймергейт», который был эффективен. У меня есть ответ, но я позволю тебе сначала. Я думаю, что борьба с этим главным образом, возможно, ошибка. Не то, чтобы я уже все понял, потому что я сейчас занят в политической сфере. Я сейчас воюю в Канаде с юридическим обществом «Онтарио», которое создало мандаты для своих кандидатов под угрозой потери лицензии, чтобы они выступали на основе принципов «добровольно», которые совпадают с прогрессивными доктринами. Нет. Может, нет? В какой вы сейчас стадии? Мы проиграем, я думаю. Но мы говорили несколько недель назад, у тебя были надежды. Так и есть. Это сложно. Я концентрируюсь на чем-то одном. Было много задействована пресса. Было много критики этого общества. Много протестов юристов. У меня есть видео, где я говорю с несколькими юристами из «Онтарио». Это на Ютубе. Я еще его не опубликовал. Мы боремся с этим. Но я не думаю, что политическая арена — это правильная арена. Я думаю, что битва, которая происходит, философская и даже теологическая. Я правда так думаю. Я думаю, что для людей будет правильно, я полностью убежден в этом, навести порядок в своей жизни. Я не думаю, что мы выберемся из этого с помощью борьбы между левыми и правыми, за то, кто прав, даже ограничивая левых. Я думаю, нам нужно будет обойти их. Поэтому я заинтересован в запуске этого онлайн-университета. Сейчас у меня все больше энергии, и я лучше себя чувствую. И у меня снова есть много идей. Я думаю, есть строка в Новом Завете, «Не сопротивляйтесь злу». Хорошо, что это значит. Это сложно. Но я думаю, это значит, что ты усиливаешь своего врага, сражаясь с ним, потому что ты признаешь, что с ним стоит сражаться. Ты даешь им обоснованность. Да. Это также отвлекает вас от других вещей, которые вы можете делать, которые были бы лучше. Я смотрю на университеты и думаю, можно ли их исправить? Они много делают неправильно. Возможно, их не стоит исправлять. Возможно, что-то лучше их должно заменить. Это непросто. Возможно, это даже невозможно. Я думаю, что лучше ваши усилия потратить на исправление того, что уже есть у вас в руках. Я правда так думаю. Я думаю, что это правильный путь. Мне нравится такой ответ. Потому что, когда я был в мире прогрессивных, я был их частью долгое время, что меня утомило и вело к моему озарению, они постоянно о чем-то жаловались. Не о том, что мы делаем. Не о том, как нам сделать себя лучше. Как понять, что правильно? Постоянно. Fox News делают это. Республиканцы делают... Хорошо, я понял. Можно делать это немного. Это также сводит вас с ума. Я замечал, как я падал в это постоянно. Они постоянно там ставят ловушки. Мне не нравится это. Это неправильное переплетение. Это может сделать вас обиженным. И пугливым. Это плохо. И недоверчивым. Это нехорошо. Я думаю, что лучше исправить, что вы можете сейчас. Мне нужно было войти в политику год назад. Потому что я чувствовал, что правительство делало что-то, что вмешивалось в то, что я считаю святым, скажем так. А именно, мое право формулировать мой чертов язык. Без угрозы наказания. Но я не счастлив, что эта необходимость появилась. Или то, что я вовлечен во все эти законы. Есть времена, когда политическая структура настолько нестабильна, она настолько меняется, что она вмешивается в то, что вы не можете игнорировать. Я не думаю, что вы можете это игнорировать. Но это не меняет моего основного убеждения, что хватит тыкать пальцем на то, что люди делают неправильно в мире. Исправь что-то вместо этого. Мы возвращаемся к альтернативному названию, о котором я говорил. Соберись. 12 способов привести себя в порядок. Патреон. Доктор Питерсон и отец 15-летней девочки, которая хочет изучать психологию в университете. Как мне ей посоветовать набраться устойчивости к постмодернизму, чтобы она сохранила свой интерес к психологии? Это просто. Убедитесь, что она осваивает статистику. Это очень важно. Она может быть не способна к этому из-за характера, потому что много студентов, которые изучают психологию, такие. Займитесь статистикой. Сконцентрируйтесь на элементах психологии, которые хотя бы немного связаны с биологией. Оставайтесь на биологической основе. Клиническая психология тоже хорошая, по крайней мере, была. Если психология основана на науке, тогда это намного безопасней. Она точнее. Затем оттуда вы можете перейти в другие поддисциплины, как социальная психология, которая довольно сильно коррумпирована. Но если вы в основе имеете биологию и статистику, у вас есть умственные инструменты и рамки, которые необходимы, чтобы правильно себя ориентировать. Мне очень понравился ваш подкаст с Джо Роганом и Брэдом Вайнштейном. Он основывается на науке, поэтому вы не победите его криком и социальной справедливостью, потому что в его основе лежит наука. «Привет, доктор Питерсон. Есть ли какие-нибудь способы улучшить свою добросовестность?» Продолжайте в том же духе. Я бы сказал одно. Пройдите программы «Self Authoring» и «Future Authoring». Это поможет. У нас есть задокументированные данные. Я точно не знаю, делает ли вас это более добросовестным, но они способствуют тому, чтобы вы выполняли рутину, которая сделает вас более добросовестным. Мы оставим ссылки внизу, кстати, с кодом RUBINALLCAPS, да? Будет скидка. Будет скидка 20% на две программы, где будет автобиография, это Pest Authoring, анализ успехов и неудач и Future Authoring. Это план на будущее. Это поможет. Мы оставим это описание внизу. selfauthoring.com Код RUBINALLCAPS Это одно. Пройдите эту программу, потому что это поможет. Это сориентирует вас и сделает более эффективным. Потому что вы не можете в ничего попасть, если вы не целитесь в это. Затем я бы сказал, учитесь использовать расписание и календарь. Как Google календарь. Используйте его как друга, а не как тирана. Как вам использовать расписание? Вы планируете такие дни, которые вы бы хотели иметь. Что-то из этого должно быть ответственным. И это то, что вы должны делать, или ваша жизнь станет хуже. Вам нужно записать это в график, но вы должны сделать дни, которые вы бы хотели иметь, если бы вы заботились о себе. Если вы не используете расписание, вам понадобится около двух лет, чтобы научиться. Это сложно, но это поможет вам очень сильно, потому что вы осознанно пытаетесь понять, как вам использовать свое время. Если вы воспользуетесь программой Future Authoring, чтобы понять, что вы хотите и почему, и затем, чтобы использовать свое время правильно, и чтобы затем практиковать это, если вы легкомысленный, и вы прокрастинируете, дисциплинирование себя займет много времени, но вы можете это сделать. Если у вас это не получилось, сделайте это снова, и затем снова. Не карайте себя до смерти, если у вас что-то не получается. Возвращайтесь к расписанию снова и снова. Счастье, у меня есть ребята, команда, не все из них мужчины, команда, которая помогает мне следовать графику. Я даю общую идею, что я могу сделать все это за день, и мне, возможно, понадобится немного больше времени в этот день. Просто привести расписание в порядок, и вы не будете в этом бесконечном хаосе. Это важно, но вам не нужно думать о расписании, как будто это тиран. Это ваш друг. Я хочу иметь жизнь, которая будет самой лучшей для меня, чем бы это ни было. Это не импульсивность. Вы говорите расписанию. «Сделай меня как можно лучше, как человека». Хорошо, мне нужно понять, как делать это день за днем. Расписание. И эти расписания в компьютере, они замечательные. Они простые в использовании. Нужно стать экспертом в этом. Суперчат. Какой бы совет вы дали выпускникам университетов, которые хотят получить степень в гуманитарных науках. Возможно, мне не стоит браться за это. Отличный вопрос, потому что... Читайте великих людей. Читайте классику. Читайте великую литературу. Образовывайте себя. Станьте экспертом в постмодернизме. Хорошо. Вам нужно отдать дьяволу должное. Сейчас в интернете, и вы будете знать все, что вам нужно прочитать. У меня есть список литературы на моем сайте. JordanBPeterson.com Это хорошее место для начала. И список, безусловно, исчерпывающий. Там книги, которые повлияли на меня. Читайте и пишите каждый день. Каждый день. Вам нужно сделать это религией. Час, полтора часа. Сколько вы можете украсть из вашей жизни? Пишите, что вы думаете. Выберите проблему и попытайтесь расписать ее. И помните, как аспирант, вы практически сами учитесь всегда. И у вас есть время, чтобы читать и писать. И гуманитарные науки. Нет ничего плохого в том, чтобы знать постмодернизм. Но это очень плохо, если вы верите в это. И если это все, что вы знаете, это совсем нехорошо. Вы не образованные. Вы просто идеологическая кукла. Мой страх родить ребенка в этом мире Это из Патреона. Мой страх родить ребенка в этом мире развивается из-за хаоса и авторитарного общества. У меня было это чувство с тех пор, когда я была маленькой. Я готова сражаться. Это правильно, что у меня есть этот страх. О, да. Вы должны бояться привести ребенка в этот мир. Очевидно. Одно из изображений, которое я использую в книжке, это Мария. Это Пьета Микеланджело. Это проиллюстрировано Итаном Ван Скрайвером, который является известным художником комиксов. Это замечательная скульптура. Это невероятно. Это Мария. И она держит в руках тело своего мертвого сына. И он мертв. Это тяжело. Что значит эта скульптура? Она значит, что Мария... Матери... Матери добровольно предлагают своих детей, чтобы их сломал мир. Вот что вы делаете, если вы мама. Это огромная ответственность, если вы делаете это сознательно. Должны ли вы делать это? Это зависит от того, как вы это делаете, и почему вы это делаете, и как вы ориентируете своих детей. Вам нужно быть такой матерью, чтобы оправдать воспитание своих детей. И вам нужно воспитать своих детей в такой манере, чтобы оправдать то, чтобы быть человеком. Вы должны бояться привести детей в мир. Вы бесчувственны, если вы не боитесь. Плохие вещи произойдут с ними. То, что разобьет вам сердце. И вы не должны быть наивными. Это все замечательно. Нет. Не в этом дело. Вы делаете это сознательно и мужественно. Так же, как и вы доверяете людям, когда вы больше не наивны. Очень важно это знать. Зачем доверять людям, когда вам могут сделать больно? Вы доверяете им. И это проявление вашей мужественности в их потенциале. Вы предлагаете свою руку и говорите, «Я буду доверять тебе. Я призову наилучшее в тебе с доверием. И я знаю, что мне угрожает нож в спину». Так последствия. Но вы не получите наилучшее без доверия. И общество рушится, и все катится в ад. Это смелый поступок. Это то же, что и иметь ребенка. Это мужественный поступок. Это хороший вопрос. Я не слышал, чтобы ты говорил об этом. Это из суперчата. Что вы думаете о смертной казни? Я не прав, что думаю, что Канада должна ввести смертную казнь. Во-первых, есть преступления, за которые правильное наказание — это смерть. Очевидно. Я прочитал много о серийных убийцах. Я прочитал много жестокого материала. Меня очень интересовала криминология и антисоциальное поведение. Так же, как и политическая патология. Есть люди, как... По-моему, его зовут Джон Уэн Кейси. Вам не нужно о нем знать. По-моему, он умолял судью о смертной казни. Он знал себя. Туда, куда он пошел, оттуда не возвращаются. Но не это для меня проблема. Проблема... Дадите ли вы государству так много власти? Я бы сказал... Практически... Нет. Я думаю, это очень жестокий способ смотреть на это. США стоит 20 миллионов долларов убить кого-то. Почему? Потому что государство не должно иметь возможность сделать это просто. И они совершают ошибки. Много ошибок. Ваша теория на этот счет такая. Есть ли преступления, которые заслуживают смерти? Да. Жестокое изнасилование может быть одним из них. И, безусловно, из преступления хуже этого. Если у вас есть дочь, мать которой вы любите, которую жестоко изнасиловали, и вы не готовы к убийству, и вы не в гневе, с вами что-то не так. Государство должно забрать это бремя у вас с подходящим наказанием. И, возможно, это наказание должно быть смертью. Но есть государство. Кто здесь чудовище, преступник или государство? Конечно, преступник. Но также и государство. Возможно, государству не стоит давать так много власти. Я думаю, что это разумный аргумент, он мне нравится. Я также так думаю. Я не хочу давать государству такую власть. Я против смертной казни. Но я понимаю, у меня здесь был Денис Прейгер, который за смертную казнь. И он дает хорошие аргументы, почему. Есть такие ужасные люди. О, да, безусловно. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Вам нужно иногда читать верные криминологические. Я писал одного человека в моей книге. Его имя... Я не могу вспомнить. С ним жестоко обращались в детстве. Панзером. Карл Панзером. Захватывающая биография. Его насиловали и пытали у него дома. И он вышел оттуда. И он был очень сильным. Очень большим парнем. И он вышел из дому очень несчастливым. И он потратил всю свою жизнь, производя ничего, кроме хаоса. Его последними словами были... Его собирались повесить. Он сказал... Шевелись, ублюдок. Я мог бы убить 10 человек за то время, пока ты меня вешаешь. Он сказал... Я хотел бы, чтобы человечество имело одну общую шею, чтобы я мог положить руки на нее и задушить. Это были его последние слова. Он был серьезно бешеным человеком. Им ничего нельзя было сделать. Он не только заслужил смертную казнь. Он сделал все возможное, чтобы заслужить ее. Сознательно и со злобой. Я говорю о нем в главе о том, чтобы навести порядок в доме перед тем, как критиковать мир. Проблема не в этом. Дело не в том, что есть такие жестокие поступки, что вы не должны оставаться в живых после этого. Есть такие жестокие поступки, что вы знаете, что вы не должны оставаться в живых после этого. Это не проблема, по моему мнению. Знаешь, еще пять минут, и будет три часа. И затем мы сделаем еще кое-что для подписчиков на Патреоне. Доктор Питерсон, какое ваше определение правды, которое вы описали на подкасте Waking Up? Приведите еще аргументы за свободу слова. Это займет много времени. Это сложный вопрос. Хорошо. Сэм Харрис сейчас придет, и... Частично, что вы пытаетесь сделать в жизни, это обеспечить себя самым лучшим набором инструментов. Есть инструменты восприятия и практические инструменты, чтобы двигаться вперед в жизни и жить правильно. Нет разницы между свободой слова и мышлением. И нет разницы между мышлением и созданием инструментов. Вот для чего нужно мышление. Это не для описания объективного мира. Это разговор, который у меня был с Харрисом. Да, это для описания объективного мира, но только когда это полезно для вас, чтобы жить. Это внедрено внутри развития инструментов. До какой-то степени свобода слова требует мышления, и мышление требует создавать инструменты или убирать препятствия, что практически одно и то же. Обе полностью связаны. Свобода речи — это не свобода говорить, это свобода думать. Вы можете спросить, зачем людям возможность думать? И ответ... Потому что они позволяют глупым мыслям умирать вместо них. Это Карл Поппер. Это очень умно. Это, грубо говоря, правильно. Вы приговариваете людей на страдания и даже на смерть, если вы не позволяете людям говорить. Мысли — это коллективный процесс. Этот разговор — это мышление. Вот что мы делали. Это не то, что у тебя есть все эти мысли, и у меня есть все эти мысли. И мы просто высказываем их. Мы создаем мысли. Мы совершенствуем их. Мы связываем их. Вы вмешиваетесь в это. Вы вмешиваетесь в Логос. Вы останавливаете превращение хаоса в порядок. Это плохо. Это плохо. Я думаю, что это хороший вопрос, чтобы закончить это. За сотни интервью, которые я провел, я думаю, что это лучшее из тех, которые мы провели. Я получаю так много из того, о чем ты говоришь. Я искренне понимаю, почему люди тебя слушают. Потому что чистота, с которой ты говоришь, уязвимость, что ты всего не знаешь, все это... Я делаю это, потому что я хочу быть лучше, как человек. И правда, просидеть здесь три часа было, как вот это. Я надеюсь, мы сделаем это снова. Я тоже надеюсь. Я также хотел бы сказать... Я прочитал эссе Карла Юнга, которое называется «Отношение между эго и бессознательным». Это очень важный эссе. Но вы не можете понять его, если вы не знаете, о чем оно. Юнг предупреждает об инфляции, инфляции эго, нарциссизма. Люди пишут «Ты изменил мою жизнь». Я популярен, если это положительная отдача. Я такой классный. Нет. 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 Мне повезло, потому что у меня была возможность понять эти древние идеи. И древние идеи — это не я. Серьезно, нет. Мне повезло, что я их понял и осознал. Это помогает перенести их силу другим людям. Люди уже знают их в каком-то смысле. Они слышали о них. Но очень важно понимать различие между посланником и посланием. Я не послание. Хотя в какой-то степени мне повезло быть посланником. Это эссе Юнга изменило мою жизнь, потому что оно гениальное. Абсолютно гениальное. Он говорит очень понятно. Дисциплинируй себя. Будь осторожен со своей жизнью. Не путай архетипичные идеи с самим собой. Хорошо, не делай этого. Это плохая идея. Гитлер сделал это. Сталин сделал это. Мао сделал это. Не делайте это. На этой ноте приятно было пообщаться. Спасибо, ребята, за просмотр. Мы сделаем кое-что дополнительное. Вы можете посмотреть это, если вы подписчик на Патреоне. И затем будет Джин. Как насчет этого? Звучит хорошо. И затем будет Джин. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья.